Банки Спокоен Потому что уже узнал, где оформить кредит по выгодной ставке Волноваться не о чем Просто оформляйте кредит на Банкеру Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Привет, Москва! Привет, Россия! Мы рады вас приветствовать на нашем новом концерте под названием «Галина Красная». Сегодняшний концерт мы решили посвятить нашим прекрасным женщинам и прекрасному празднику 8 марта. Ну что ж, дорогие дамы, поздравляем вас всех с 8 марта. Ну а самое популярное место в этот день – это цветочный магазин, куда мы с вами под ваши аплодисменты и поехали! Ой, обожаю Международный женский день. Семи утра на ногах и хоть бы один поздравил, а? Хоть бы один цветочек подарил в наш день. Иван, наш день – завтра. Завтра? Международный женский день подсчёта денег продавцами цветов. 9 марта. Ну ладно, зато заработаем хоть. Ой, да чё мы там с тобой заработаем? Ты чего? Вот так? Заработаем. Ксюш, ну ты чё делаешь-то? Ну праздник же всё-таки. Ну да. Ну дай сюда. Вот так? Заработаем. Ну давай. Добрый вечер, красотуля и красотулавище. Здравствуйте. Мне бы букетик на сто одну розу я заказывал. Повезло же кому-то, а? Угу, держите. У вас спасибо. О, секундочку. А уже на сто две надо. Ну что, сто две нельзя дарить? А, не-не, никто не умер, всё в порядке. Это сто вторая женщина, отписалась мне, тоже надо, поздравить её. Так да ладно. Позвольте. Спасибо. Просчитывайте. Уай. Пожалуйста. Прошло, спасибо. Здравствуйте, девушки. Мне, пожалуйста, дайте букет. Погодите, а вы, а вы чё такие замученные? Слушайте, давайте сделаем так, по букету отмена. Я покупаю у вас все цветы в вашем магазине. Магазин закрываем, и поехали вместе со мной в Сочи в настоящую весну. Билеты у меня. Погнали? Погнали, Ли. Погнали, Ли. Ксюша, Ксюша, ты чё, заснула? А? Я чё-то закемарила. Что надо вам? Лилии. А, Лилии. Лилии, да. Есть? Всё, да, есть. Вот. Пожалуйста. Отличный букетик, красивый. Спасибо. Рассчитывайте. Ага. Чё-то я вообще никакая. Здрасте. Девчонки, приветствую. Слушайте, а есть у вас какие-нибудь обрезки цветов, может быть, стебли какие-то ненужные? Трава жухлая, может, где-то что-то сломался, цветок отвалился, завял. Вот мне вот такой букетик сформируйте, вот, из остатков каких-то. Мужчина, акция букетик для тёщи закончилась. Я понял, не хотите, да? Сюда взгляните. Генерал диванно-пукательных войск. Это она вам подарила на 23-е? Так, надо что-то делать. Сейчас мы сварганим что-нибудь. Так, сейчас. Так, может быть, вот это... Нет, давайте, знаете... Вот так, только аккуратно. О, какая красота! Только не открывайте, там вообще жесть. Я понял, ладно. Ленточкой перевяжем. И так идеально. Да, ну хорошо. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Вы можете букет протестировать? Протестировать? Протестировать. Просто вот возьмите букет и прямо по лицу как хлистаните со всей силушки. Вот этим? Да, вот этим, ага. Ну, давайте попробуем. Нормально? Ну, у нее удар, конечно, посильнее. Знаете что, давайте вот этот букет. Ну, слово клиента закон. Ага. Ага. Понял. А пионы есть? Пионы не сезон, к сожалению. Жаль. А то я ей на годовщину свадьбы в августе подарил пионы в сентябре. Так она меня ими хлистала, как целовала. Ага. Так, а сегодня вас за что? Да я ей на праздник весы купил. Готовишь? Вот этот берите. Давайте. Здрасте. Здрасте, здрасте, красавицы. Представляете, у меня жена цветы любит, а у нее аллергия на них. Ой. Может, придумаем что-нибудь, а? Ну, есть один вариантик. Ну? Но он не дешевый. Ну, сколько, сколько? 30 тысяч. Да. Ну, ладно, праздник все-таки. Давайте. Пожалуйста, 30 тысяч. Так. Пересчитай. Сейчас мы все сделаем. Сейчас вот так, вот так, вот так. Во. Ярославлем пахнут. Ну, красиво. До свидания. Сейчас смотри. Следующего мужика разыграю. Давай. Давай. Здрасте. Мое почтение, дамы. Будьте любезны, почем у вас букет из 101 розы? 170 тысяч. Прекрасно. Давайте. Ксюша, а ты что заснула? Чего? На чем мы остановились? На том, что мне дадите букет из 101 розы за 170 тысяч. Вы берете? Да, конечно. Без 0. Заворачивай. Вот, оплачивайте. Пожалуйста. Всего доброго. Нифига себе, разыграла. Здравствуйте. Девчонки, не поможете букетик подобрать? 8 марта? Не совсем. Я сегодня не ночевал дома просто. А, ну это тогда 11 больших алых роз, я думаю, да? Дело в том, что я еще всю ночь трубку не брал. Ммм. 33 огромных алых розы, я думаю, спасут положение. И утром, когда жена дозвонилась, там случайно, ну совершенно случайно, женщина трубку взяла. Ну и что? 101 роза? Тут 101 роза уже не поможет. Чего? Вот, возьмите в подарок от магазина. Ну, че ты даешь-то, ну? Вот. Вот так возьмите. Соболезную. До свидания. Здрасте. Здравствуйте, дорогие трудящиеся женщины. Вы знаете, мне нужен букет, чтобы осчастливить мою жену Фиму. Вот прекраснейший букет, всего за 3500. Да. Угу. Так, а этот следующий? А этот подешевле, за полторы тысячи. Угу. Двигаемся дальше, что там за ним? А это ленточка, она бесплатная. Ну, какая удача, я ее беру. А цветы? Дети цветы жизни. Это ленточка. Я обвяжу своего сына Давида. Он сыграет мамина скрипочка, и она уйдет счастливой, хотя виду не подаст. Ой, слушай, пойдем подышим, а я что-то уже совсем... Да, жарко. Девушки, а вы не знаете, почему трамвая уже 20 минут нету? Это что за беспредел? Какой-то трамвайный беспредел. Да, мы торопимся все. Беспредел? А вы не думали, что сегодня праздник не только у ваших женщин, а у всех женщин? Да, и может быть их там в депо мужчины поздравляют. Не думали? Слушайте, мужики, я, наверное, своей жене букет около дома куплю. Девушка, это вам. Мне? Спасибо. Разником. Да ладно. Девушка, а это вам тогда улыбайтесь, у вас очень красивая улыбка. Спасибо большое. Разником. Спасибо. Держите. Спасибо. Девчонки, весь Ярославль у ваших ног. Спасибо. Я себе оставлю. Девчонки, с 8 марта вы главное не нюхайте, а так ничего. Хорошо. Имейте в виду, это очень дорогая Лена. Спасибо. Ой, ладно. Раз уж сегодня такой день, и у вас праздник, девочки, это вам. Определяйтесь, кто из вас 102-я. Обалдеть. Илана, это не сон? Не сон. А что это? Это шоу «Уральские пельмени». Кто дал вам право трогать мои вещи? С вами всё в порядке. Кто дал вам право трогать мои вещи? Слышь, Витас, успокойся. Кто дал вам право трогать мои вещи? Одного мальчика воспитывали методом кнута и пряника. Поэтому кнут периодически прилипал. Всё, Стеллочка, беги, занимайся. Мама тебя здесь ждёт. Хорошо? Давай, пока. А, женщина, можно я вашу курточку подвину? Это не моя. А чья? Сына моего. Можно я курточку вашего сына подвину? Я не знаю. Он придёт через час, у него спросите. Женщина, ну тут же полно места. Чё вы тут разложились-то? Слышь, это ты разлагаешься, скоро одни кости останутся. У вас сын лук, что ли? Что? Почему это? Потому что у него сто одёжек. Слышь, это твоя дочь лук. Её раздеваешь и плакать хочется. Слышь, да? Хорошо. А вы сына ждёте, да? Сына. А я думала, внука. Чего? Ничего. Подвиньтесь, говорю. Сесть дни. Да куда я подвинусь? Если подвинусь, я упаду. Вам куда ниже падать-то? Да ты про что сейчас? Не про что. Пакеты хотя бы на пол поставьте. Ты с ума сошла? Пакеты на пол, они новые. Всё очень мне надоело. Кто дал вам право трогать мои вещи? Я просто их подвинула. Кто дал вам право трогать мои вещи? Никто не трогает уже ваши вещи. Кто дал вам право трогать мои вещи? Кто дал вам право трогать мои вещи? Слышь, Витас, успокойся. Кто дал вам право трогать мои вещи? Что, я вызываю охрану вас? Отвращение ты вызываешь, а не охрану. Охрана, можно вас? У самой-то кишка тонка, конечно. Да потоньше вашей будет. Женщина тут разложила своё барахло по всей скамейке. Сесть негде. Слышь, тебе на это барахло ещё пахать и пахать. Так видно, что вы в нём пахали. Так, действительно, женщина, ну чё вы подвиньте вещи, пусть девушка сядет. Слышали, женщина, вещи подвинули, девушка сядет. Вам представитель власти, между прочим, сказал. Ой, представитель власти, я прям так и вижу, приходит и говорит, властью данной мне кроссвордовый чайникам. О, круто, так и буду говорить. Давайте двигаем вещи, властью данной мне кроссвордам, чайникам, кефирам и бананам. Наконец-то. Разорались, позвать не дают. Самой ты слабо, побежала жаловаться сразу. Спишь с ним? Чё ты несёшь? А чё сразу заоправдывалась-то? Я знать его не знаю. А, ну понятно, понятно. Бред вообще. Ага. Можно я свои вещи сверху положу? Ой, началось. Палец ей покажи, она всю руку откусит. Чего? Да ей попить, она весь кулер высосит. Короче, пофиг. Ты чё, офигела, что ли? Так, всё, я тебе сейчас устрою. Так. Уважаемая администрация спорткомплекса, вот эта женщина нагло напала на мои вещи. Ты пьяная, что ли? Ну-ка, дыхни. Я сейчас дыхну, твои шмотки в окно вылетят, поняла? Здравствуйте. Кто мама Стеллы? Я мама Стеллы. Хорошо, Стеллочка, беги сюда. Стелла? Вы что, ребёнка на въезде в город рожали? Это древнее латинское имя, поняла? Ой, ой, ой. Так, мама Ивана кто? Я. Ага, хорошо. Меня сейчас креативом сдуло просто. Ванечка, давай сюда, маму твою нашёл. Артём Викторович, ну что, как Ванечка позанимался? Очень хорошо позанимался, единственное, маты все занял, никого не пускал. Стелла тоже молодец, но болтает много, не заткнёшь. Ну всё, до свидания, занимайтесь спортом. До свидания, спасибо. Надеюсь, это ваши дети. Мама, мама, Ваня нас с тобой в гости позвал. Да ладно, дочь, неудобно как-то. Ну он говорит, что у него день рождения. Ну не знаю, у них там, наверное, вся квартира вещами завалена, сесть негде. Артём Викторович, прежде чем знакомиться с девочкой и звать её к себе домой, нужно сначала посмотреть, как выглядит её мама. А чё, нормально такая мама? Мам, ну пойдём. Ну я не знаю, если Ванина мама не против. Не против, конечно, она у меня добрая, пошли. Лариса. Марина. Ну мы так-то без подарка. Да у него так-то и не сегодня день рождения. Пакеты помоги мне донести. Кстати, Маша, а чё это у пионерки грудь такая большая? Во-первых, не грудь, а две. Во-вторых, спасибо. А в-третьих, мне 32 года, у меня трое детей. Художник рисовал картину «Опять двойка» так долго, что позировавшего мальчика выгнали из школы за прогулы. Так, не шевелимся, не шевелимся, пожалуйста. Простую картину для букваря уже сколько времени нарисовать не могу. Так, так. Так, а почему у мальчика лицо да больное? Вы чё, вы кормили, что ли? Ну конечно. Женщина, ну, ну это же не я вас заставил, правильно? Да вы сами откликнулись на объявление. Требуется двухкомнатная квартира, семья из четырёх человек, там реквизит по списку и так далее, ну. А в чём претензия-то? Всё по списку. Люди, квартира, велосипед, портфель, собака, всё. Собака. Собака, а не кусачий монстр. Не, вы к травматологии узнают 16 слов. Вы этот раз нормально заморозили? Часа на четыре хватит. Четыре? Я же спринтер, я художник. Так. Мальчик, почему у тебя лицо довольно? Я писать хотел. Подожди. Может быть, хочешь? Всё правильно он сказал. Писать он хотел на то, какое вам надо, чтобы у него было лицо. В объявлении про лицо ничего не было. Рисуйте, давайте. Лицо сделай, недовольный. Так, не кричите на ребёнка. Он афган прошёл. В смысле? Он в Вьетнам прошёл. Он в Сирию прошёл. У него по географии одни пятёрки. Вы чё? Я, Нерка, смотрим на брата осуждающего. Он двойку получил. У меня брат пять лет получил. Я на него и то без осуждения смотрела. А тут всего-то двойку. И по какому предмету? По географии у него вон пятёрка. А эта двойка, может, по природоведению. С чего мне его осуждать-то? Так, девушка, смотрите, смотрите, смотрите. Тут надо с другой стороны подойти, понимаете. Если он двойку получил, значит, он в институт не поступит, правильно? Это вы знаете, куда вы пойдёте, если не поступите. С вашей внешностью. Кстати, мамаша, а чё это у пионерки грудь такая большая? Во-первых, не грудь, а две. Во-вторых, спасибо. А в-третьих, мне 32 года, у меня трое детей. В смысле? Не понял. Подождите, это... А чё, не ваша дочь? Да нет, конечно, её второй раз в жизни вижу. А то есть, а первый раз вы увидели, когда она вам сказала, не хотите ли заработать рублей 5-8, да? Почему это 5-8? Мы вашу сотню поровну на четверых делим. Да, всё по десятке получаем. По математике у неё двойка. Так, давайте, давайте. Так, мальчик, 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 тоже смотришь на брат с осуждением. Давай. Так, а младший-то почему должен с осуждением на старшего смотреть? Ему 6 лет, ему на ваши оценки вообще пофиг. На оценки пофиг. Ну, вы включите психолога детского, хоть на секунду-то вообще. Пацан донашивает за старшим вещи. Этот, видишь, хулиган весь в каком-то рване ходит. Поэтому донашивает за старшей сестрой вещи, в дичащем ходит. Он чё, Даня Милохина, ему, думаете, в колготках по кайфу ходить, что ли? Нормальный пацан, мы не по кайфу. Смотришь на осуждение. Так, всё, тихо, не шевелимся, я рисую. Ну, слава богу, нашёлся. Лёвушка, маленький мой, чуть с ума не сошла, пока тебя искала. А ну, пацан, спрыгни с чужого велика. Лёвушка мой, опять попой на тебе сидели. Ну, всё закончилось. Надеюсь, и портфель с коньками найдётся. У, ворюги! Понятно, откуда реквизит. Пацан, садись давай, садись. Куда садиться? Ну, на воображаемый велик пускай садится. Что? Всё, рисуем. Так, гражданочка, я вам табурет на сколько одолжил? У, а время-то уже всё, отдаём. Молодой человек, может, попозже чуть-чуть заберёте, а? Не, я, если попозже, боюсь, передумаю. Так, а верё... А, вот верёвка, ну-ка. Ну, всё. В смысле, а что вы передумаете? Что, сами не догадываетесь? Надоело. Надоело всё. Что всё? В белье сыром надоело ходить. Сушить пойду. Что, садитесь? Да куда садиться-то мне? На воображаемую табуретку садитесь. Всё, не двигаемся, не двигаемся, я спрошу. Слушайте, если я ещё минут 20 посижу на этой воображаемой табуретке, я на вас буду осуждающей смотреть, а не на ребёнка. Ой, товарищ милиционер, проходите, чует моё сердце, здесь он где-то. Гражданочка, ну кому в наше время нужен драный портфель с тупыми коньками, ну? Вон он! Подстоять. А ну-ка, поднимай. Ты чё, начальник, уже совсем, что ли, берега попутал? Хочешь, чтоб я сам себе с полусрок поднял? Всё ясно. Пойдём в отделение, разберёмся там. Чё, начальник, я буду жаловаться! Давай, давай, пожалуйста, жалуйся. Мы будем сегодня рисовать или нет, я вообще не понимаю ничего. Так, стол я тоже забираю. Подождите, стол-то вам зачем? Ну, бельё высохло, мне ж гладить на чём-то надо. Димка, дружок, помоги! Димок! Ну, иду, Серёга, иду! Подожди. Как? Маша? А ты чё тут делаешь? То есть, дома в ролевые игры она не играет. В школьницу перед законным мужем отказывается переодеваться, а тут перед каким-то хмырём вырядилась. А ну-ка, давай, домой быстро. Дима, я всё объясню. Дома объяснишь. Хорошо, сейчас я ещё только Бобика возьму с собой. А то не с ним дома, без Бобика страшно. Давай, Серёга, ну давайте, погнали. Пацан, ты куда? Папа злой, надо идти. Ну что, мебель не ваша, дети не ваши. Что вообще ваше тут? Время. И оно оплачено. Поэтому рисуйте, что хотите. Восемь часов подряд сможете персики есть? Вы что, у меня аллергия вообще нет. Да? Нет. Ну-ка, ну-ка скажите, карррр. Каррр. Да, грач из вас тоже ни к чему. Хороший не приведёт. Ну-ка, снимите косыночку, да. Накиньте так на плечи. На плечи? Ага, ага. Так, а сейчас встаньте так грустно. Грустно? Да. Ну как будто вы на местах стоите и цифру увидели. Во, во, во. Вот, прекрасно. Давайте, вот так. Прекрасно. Господи. Боже мой, вот эту картина начну и всё. И только натюрморты. Только натюрморты. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемая, будьте добры, наденьте масочку. Что, 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 что? Масочку наденьте. Я не надену. Я кушаю. Вы уже выкушали полтора литра. Поаккуратней там. Не дрова везёт. Артист летит. Уважаемая, будьте добры, наденьте масочку, пожалуйста. Что, что, что? Масочку наденьте. Я не надену. Я кушаю. Вы уже выкушали полтора литра. Я ждал, пока вы добьёте последнюю бутылку на борту. И сейчас прошу вас, наденьте маску, уже можно. Нет. Нет, не надену. Я ещё не докушала. Я сейчас ещё буду кушать. Отвернитесь. Я не могу кушать, когда она меня осмотрает. Хорошо. Докушали? Нет, не докушала. А сейчас? И сейчас не докушала. Молодой человек, я долго буду кушать. Вы сразу поймёте, когда я накушаюсь. Я икать громко начинаю. У меня просто рукола плохо переваривается. Вы знаете, что я кушаю по шесть раз в день? Маленькими порциями, малюсенькими. У меня просто желудок очень маленький. Потому что его вытесняет печень. Умора. Это заместительная диета Дюка Смита. Что вы ржёте? Ползала такие же. Просто многие не сознаются. Вот и всё. Я вас просто прошу, наденьте маску. А вы знаете заместительную диету Дюка Смита? По этой диете печень разрастается до таких размеров, что вытесняет все органы, кроме рота. Потому что в рот надо кушать. А в будущем человек будет полностью состоять из печени. Таким, я человек будущего. Если вы не наденете маску, мы вынуждены будем сообщить командиру корабля. Вы что, ни в коем случае, ни в коем случае, если он узнает, что у него один человек, когда кушает без маски, сидит, у него инфаркт будет. Как он сможет везти самолет? Ни в коем случае не сообщение. Вы понимаете, что в случае неподчинения мы вынуждены сообщить правоохранительные органы. Сообщайте. Моя печень вытеснит любые органы. Это заместительная диета Дюка Смита. Тогда мы вынуждены будем снять вас с рейса. Снять он меня хочет ухажер. Ой, ну тебе, чтобы меня снять, господи, знаешь, что надо? Ты хоть бы цветы подарил, что ли, ухажер? Снимальщик нашел. Маску наденьте. Я не могу ее надеть. Меня в ней уже видели. Все равно вам надо надеть маску. Не-а. Как маска спасет от инфекции, а? Я не знаю, как она спасет от инфекции. Она спасет весь салон от вашего перегара. Господи, как ты меня достал. Подержи, подержи. Так, все, доволен? Вот, все вполне. Все, отлично. Да, и уберите, пожалуйста, ноги с сидений в соседних. Какой ты наглый ухажер, а? Начинал с маски, до ног добрался, да? Мы так с тобой до чего дойдем? Квартиру на тебя переписать? Это лишнее. Просто уберите ноги с сидений. Да здесь никто не сидит. Да здесь никто не сидит. Я только начала кушать, и они все ушли. Ну вот и уберите. Не уберу. Ну, мы тоже тогда будем вынуждены сообщить командиру корабля. Он у вас что такой любопытный-то? Что ему все интересно? Вы его не отвлекайте. Пусть каждый занимается своим делом. Он рулит, я кушаю, вы людей мучите. Ну, если не уберете, мы опять же вызовем полицию. Господи, какой отдел? Отдел по борьбе с ногами? Вызывай. И вообще ты мне надоел. Все, мне пора кушать. Приезите мне что-нибудь жиденькое. Ну, чё вы пристали к этой удивительной женщине, а? Чё, пусть сидит как ей хочется, а? А, пусть сидит. Остальные лежат все. Кто-то куриц, кто-то без трусов по салону бегает. Это чартер в Египет. Люди же плавки надели, в ластах сидят. Скажите, а вы ее друг, вы вместе с ней летите? Нет, я пассажир. Мне два вантуса, два вантуса надо мне. Мы хотим по потолку научиться ходить. Вы, пожалуйста, подождите. Мы тут пытаемся разобраться с человеком без маски. Что? Без маски? А вы сообщили капитану корабля? Ещё нет. Да вы что, в своём уме? Эй! Народный человек без маски! Да хватит строить баррикады из кресла! Давай сюда все! Человек без маски! Это вообще что такое? Уважаемый, идите, займите своё место лучше. Как я займу место? Ситуация критическая. Человек без маски летит. Это что такое? Мы сами разберёмся. Пройдите, пожалуйста, в салон. Сейчас мы сами ликвидируем эту угрозу. Так, женщина, вот вам маска. О, мы их из сидушек нарезали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтобы обратно дорогу хватило. Ай, мужчина, спасибо вам. Вы такой галантный. Ну да, я такой. Учитесь как надо ухаживать. Ухаживай. А пойдёмте к нам. А у вас там есть что покушать? У нас есть ещё. Осталось 20 литров еды. Пойдёмте. Пойдёмте. АПЛОДИСМЕНТЫ Постойте, постойте. Вы что, складывали на сиденье поролоновые ноги? Да. Зачем? Деточка, это шоу-бизнес. Меня могут сфотографировать в любой момент. Я в любой момент должна сесть на шпагат. А я уже 20 лет этим не занимаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ ОБУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наших немолодых пришли поздравить Истеричка со стороны невесты И алкаши со стороны жениха Иногда супруги так устают друг от друга Что развод превращается в настоящий праздник Уважаемые гости Неуважаемые друг другом Валерий и Лариса Корабль вашей любви Пришвартовался ко дну океана Титаник вашей нежности Встретился с айсбергом по имени Задолбал по самое не хочу Трудно в этом большом Огромном мире найти людей Которые бы так не подходили друг другу Как Валерий и Лариса И мы собрались здесь Чтобы проводить в последний путь Этот семейный союз по залету Ненавижу Скотина Всю жизнь не испоганил Буквально витает В воздухе Наших немолодых пришли поздравить Истеричка со стороны невесты И алкаши со стороны жениха Единственное, что не изменилось Как и 20 лет назад На свадьбу приперся какой-то левый мужик Как вас зовут? Паша Очень неприятно Посмотрите на эту стрёмную пару Как и на эту стрёмную церемонию Которую ведет переодетый мужик Но не будем отходить от традиций Каравай Итак, чей адвокат больше откусит от каравая Тот оттяпает общую квартиру Ну? Ну? А-а-а-а Ес! Итак, квартиру отжимает Лариса А сейчас, глядя друг другу в глаза Вспомните самые ужасные мгновения Вашей жизни От робкого «Уйди» До уверенного «Да пошёл ты» Первая пощёчина Первый перегар Первый недельный запой Первая «Я ухожу» К маме Вам есть что забыть? А сейчас слово для проклятий Предоставляется родителям Ксении Андреевне Ой, я так не волнуюсь В торжественный и светлый день Послав друг друга на три буквы Вы прекратили навсегда Свои семейные потуги Пусть платье со свадьбы Пойдёт на продажу Пусть пламя угаснет в груди Желаем здоровья Отдельного счастья Желаем кончины любви Я присоединяюсь Ну чё, уже долго, да, ждём-то А так-то уже как бы можно, да? Да, можно, можно Можно, да, можно Да, можно, можно Можно, можно, можно Можно, можно Раз, два, три, четыре, пять Пять Ровно пять месяцев Валера будет в запое А Лариса в депрессии А сейчас гадание на ребёнка Давайте запустим ползунки По гостям Чьи ползунки наберут больше денег С тем и останется ребёнок Посмотрите Посмотрите, у невесты Воруют туфель Как же всем плевать Ну что там с деньгами? Посчитали? Итак, восемнадцатилетний Нигде не учащийся Неработающий долбаклюй Остаётся на шее у Ларисы Дорогие враги Перед тем, как отправить Свидетельство о браке в Шрёдер Я обязан спросить вас Согласны ли вы, Валерий С сегодняшнего дня Бросить пить Устроиться на новую работу Заняться спортом И стать идеальным На зло Ларисе? С дублёй Согласны ли вы, Лариса Говорить о бывшем Только гадости И писать Валерию Только по пьяни? Согласна Ну что ж Властью, данной мне Транквилизаторами Объявляю ваш брак Расторгнутым С этого момента Вы, Валерий, завидный холостяк А вы, Лариса, Разведёнка с прицепом Гости, напоминаю вам Что вечером нас ждёт Фаер-шоу Наши немолодые Сожгут свои Свадебные фотографии А сейчас приглашаю Всех на набережную Убивать голубей Валера, Валер Классно, да, получилось? Вообще кайф, по-моему А давай следующую годовщину свадьбы Ещё креативнее отметим, а? Типа залезем в шкаф Вместе с гостями И как будто мы в Нарнии Нет, давай в тюрьму сядем, а? Давай, прикол вообще А-а-а, давай В тюрьму, в хорошем В следующий раз Всем в тюрьму К восемидесяти полностью смиряется жена Что нечего надеть ей И толстая она А он не пропадает Ночами в гараже Там не к кому ходить уже Там все лежат уже Нюрочка А, Нюр Чего я? А чё у тебя настроение не праздничное? Так оно было праздничное Пока ты не пришёл Ты будешь борщ есть, холера? Буду С газом или без? Так подожди, Нюр Я же тебе подарок приготовил Какой? Тебе он точно понравится Талончик к терапевту Лучше А что может быть лучше Талончика к терапевту? У нас с тобой юбилей совместной жизни Я принёс песню Лучше ты картошки принёс А, Нюрогриба Картошка тебе песню не исполнит Этим она мне и нравится А ты мне что на годовщину подаришь? А я тебе пылесос подарю Зачем нам пылесос? У нас же нет ковров Так из тебя сыпется всё Надо пылесосить Ладно, Нюрочка Давай я начну, а ты помогай Всё, ладно А сыпется из-за того, что я штаны в носки не заправляю Поняла? Всё, давай Если ты заправишь штаны в носки У тебя вот здесь песок скопится Ты вообще не сможешь ходить Нюрочка Будешь как песочный дед Ты можешь вот так ходить Вот так Вот так вот Что ты за ерунду мелишь? Давай споём песенку Давай Живём одной семьёю Мы бабушка и дед И каждому из нас уже по восемьдесят лет Любовь мы сохранили на долгие года Она цветёт и пахнет карвалолом иногда Восемьдесят и полностью смиряется жена Что нечего надеть ей и толстая она А он не пропадает ночами в гараже Там не к кому ходить уже Там все лежат уже Зарплату до копеечки домой я приносил И зайку престарелую я никогда не бил Возможно из-за этого и крепкая семья Он правду говорит Ведь била его я Идеальная любовь Идеальная любовь Челюсти вставные Тёртая морковь Идеальная любовь Идеальная любовь Тёща не мешает Не трогает свекровь Что дарить на праздник жене я точно знаю Что пропишет доктор То и покупаю С искренней заботой о милом человеке Подарки покупает мне не в ЦУМе А в аптеке Сейчас о личной жизни мы рассказать хотим Там, несмотря на возраст, присутствует интим Он часто забирает ночами одеяло Других каких-то действий в кровати не видало А знаешь, что я вспомнил и не забыл пока Как жадно ты смотрела в Москве на мужика Он в пиджаке с бородкою хваски строил ей Вообще-то мы, дурак, с тобой ходили в мавзолим Конечно, были ссоры Но честно вам скажу На зайку беззубую я злобы не держу Зато когда обидится, то к маме не уйдёт А если уйдёт, обратно не придёт Я часто забываю, где я вообще живу Я часто забываю, как зовут жену Я завтра тебя встречу и заново влюблюсь У нас любовь такая Восемьдесят плюс Хорошо влюблённый в возрасте таком Пьём отвар шалфея, гречу мы жуём Я каждый день на всякий случай в чистое одет Вот любовь какая Восемьдесят лет Идеальная любовь Идеальная любовь Челюсти вставные Тёртая морковь Идеальная любовь Идеальная любовь Тёща не мешает Не трогает микро Тёща не мешает Субтитры подогнал «Симон» Бандерольна Кузьмина приходила? Нет Точно? Да Может, вы посмотрите? Спасибо Так это на Иванова? Дольше спорить Люди, часто бывающие на почте Знают друг друга в затылок Здравствуйте 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 Вы, получается, да? Да Да А что тут у вас? Перерыв Пятнадцать минут Ага Давно? Час уже А вы почему здесь? Я из принципа стою Понял А у вас что? Перерыв Десять минут Давно? Полтора часа Тут-то перспективнее Пожалуйста Ладно Это за вами Хорошо Ес 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 Ааа Менеса Спасибо Вы меня Услышали? Ааа Спасибо Нет 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 Пожалуйста Так-то я здесь стоял А я вас не помню А я вас ударю А я вас вспомнил И вас вспомню Напомнить? Да нет Вас я сразу запомнил Это хорошо Эээ Молодой человек Если что Я там за вами Хорошо Ааа Я там за вами А я тогда За вами там А я за вами А если что Я тогда За вами там Так Стойте А мы так не запутаемся? А че мы запутаемся? Че путаться-то? У нас там точно Такая же очередь Только наоборот Ох Круто Вторым буду Шестым Почему-то Я там второй Я там третий Четвертый За мной будете Ааа У вас здесь Точно такая же очередь Только наоборот Не па-а-а-а Не па-а-а Я там Ааа Стоять Стоять Ну-ка давай Вот так Вот так Пошли Чётко, молодец Так я же не первый раз Нюшка, мне надо... Да, могу говорить, у меня перерыв сейчас Ой, сестрёнка, привет, чё-то давно тебя не слышала Да, чё-то не звонишь совсем Ага Ужас такой, почему так долго, то у меня, блин, свадьба сегодня Счастливчик, у меня вчера свадьба Вот пришёл получать поздравления от тётки из Мурманска Блин, телефон сел А есть зарядка у кого-нибудь? Нет зарядки Нету зарядки Нет? Нету Нету зарядочки-то Ладно, придётся работать Так, стоять! Даже не думай А у меня зарядка есть Вставай Вот так Здрасте, девушка Здрасте Мне бы посылочку получить Извещение заполните Ручку дайте, пожалуйста Нет, ручки Нет, ручки Нет Нету Нет Есть Есть ларёк Вон там на углу Там ручки Вот там Вон там ларёк Там ручки продаются Давай Бандерольна Иванова приходила? Нет Точно? Да Ну, хоть постоял Бандерольна Кузьмина приходила? Нет Точно? Да Может, вы посмотрите? Спасибо Так это На Иванова Дольше спорить Это У меня вот посылку надо отправить Здравствуйте Господи, ходите Свои посылки тут распространяете Заполнили адрес? Да Всё, написал там Хорошо И там хрусталь Можно наклеить наклейку тут? Хрупкая Хрупкая Так Большое Маленькое Вонючее Жидкое Хрупкое Хрупкое, да Хрупкое Сейчас мы Наклеим Чё оно? Оно не наклеивает Надо липкое Надо найти липкое И сверху хрупкое Вот Вот Липкое Мы сделаем Липкое И сверху хрупкое Может, звук как-то Сейчас, подождите Нет, она Совсем Подождите Совсем не липнет Так, хрупкое Большое Какое вам надо было? Мелкое Давайте А Мелкое Да я шучу Ничего не надо уже Всё, за сервизом пошёл Ну и хорошо Девушка, почему так долго? Почему вы должны Всё время стоять? Чё так вы работаете? Чё вам надо? Мне лотерейный билет Пожалуйста Так, 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 так Сколько выигрышей у вас? Я выиграл Ещё один лотерейный билет Давайте, давайте Попёрло Припёрло, блин Ничего Ничего, надо было на лотерейном билете останавливаться Хоть бы с чем-то ушёл Чё-то я азартный какой-то, блин Чуть свадьбу не пропустил Поздравление мне со свадьбой Со свадьбой Сейчас Вот, пожалуйста Поздравляю Приятно О, Господи А вот опять никого А ещё требует третье окно открыть Господи Что за люди? Я заполнил А чё? Почему опять перерыв-то? Вы не поверите Очень вкусный чай АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну так, слушай, давай серьёзно поговорить Нам сейчас же собаку надо завести Зачем нам собака? Как зачем? Ты чего? А кто будет есть эту котлету? АПЛОДИСМЕНТЫ Самый длинный день в году Не 22 июня А день, когда приезжает тёща Алё, Леночка Леночка, привет Включайте телевизор через 10 минут Сейчас Колю будут показывать передачи Да не в мире животных, но очень смешно Он снялся в передаче Стендап, стендап, да Выиграл 100 тысяч рублей, прикинь Да Всё, он пришёл, пришёл, давай Всё, пока-пока АПЛОДИСМЕНТЫ Пришёл мой победитель, мой чемпион Ну посмотрите, уходил Николай Батонов А пришёл Николай Багетов А ты чё в очках? Да блин, поклонники в подъезде караулят Боюсь, на части разорвут Коля, может они тебя караулят, потому что ты денег назанимал у всего подъезда Вот так, вот обязательно испортить всё Ну прости, пожалуйста, ну я просто вообще, я тобой так не гордилась с тех пор, как ты С тех пор, как Короче, никогда тобой так не гордилась вообще, Коль Да так, слушай Чего? Ты можешь поплакать немного? Это чё, какие-то московские приколы начались уже? Да нет Ну поплачь чуть-чуть Да не буду я плакать, Коль, ты чё? Ну поплачь Зачем? Потому что богатые тоже плачут Ладно, так, слушай, давай серьёзно поговорить Нам сейчас же собаку надо завести Зачем нам собака? Как зачем? Ты чего? А кто будет есть эту котлету? Ну слушай, ради такой котлеты и я могу побыть собакой А, ну-ка служить Служить Голос 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 Наталья, фу Ну здравствуй, Николай Здрасте Жень, Николай опять всю из печати фальшивые деньги купил? Мама, ты настоящий Настоящий в этом доме только проблемы из-за Николая Ой, ладно, Тамара Игоревна, понимаю, вы стесняетесь Но так и быть, можете сфотографироваться с этой пачкой Я сейчас тебя на памятник сфотографирую, на овал В столице уже звонили насчёт кражи денег? Да, мам, ну какая полиция? Я же тебе говорила, он в Москву ездил Ну я думал, там просто врачи лучше Да нет, он там в передаче снимался Какой? Голой тупы? Нет, в юмористической передаче Рассмешить диетолога? Стендап, стендап Куда ты чё, уже целыми словами заикаться начал? Нет, это проект такой Стендап, стендап, там комики со всей страны выходят и шутят А ты там чё делал? Тоже шутил и неплохо Смешно Привет Привет, пап Здорово Привет, Серег А чё стоим? Щас и Николая будут по телевизору показывать, я в рекламе видел Ну, Коля, ты даёшь Ты когда поехал в Москву и сказал, что у тебя на телевидении будут снимать Я думал, надо было в дурку звонить А щас вижу, точно, надо было Да блин Ну, Клав, ну чё ты, ну правда, выиграл 100 тысяч рублей даже Серьёзно? Слушай, так ты это, стрельнул всё-таки А я думал, ты отсырел Ну, давайте, давайте, где пульт? Поехали Да ладно, чё там смотреть-то? Ну, как чё, тебя не каждый день по телевизору показывают, поди Ой, ну ладно, вот недавно показывали, чё вы? Тебя там на самокате курьер сбил СМЕХ Да, вот это смешно было, я прям, я прям, я смеялся Ладно, короче, я только предупреждаю сразу Там юмор жёсткий, кому-то может не понравиться Не одно сейчас в слове кому-то послышает слово тёща СМЕХ Ну всё, давайте, поехали, чё там? И следующий наш участник, Николай Батонов Да ты же! Коля! Всем привет, меня зовут Николай, я женат Единственное, что хорошо умеет делать моя жена, это выбирать себе мужчин У неё отличный вкус на мужчин Но это не помешало ей выйти замуж за меня Пока смешно Ну а знаете, почему я никогда не изменял жене? Потому что ты урод Потому что мне лень, мне вообще много чего лень Ну, потому что я, как вы заметили, ну, немного полноват Ну, Коля, ничего ты не полноват? Ну, если сравнивать с моей женой, я, конечно, три Бывало у вас, что вы застилаете кровать А это не простынь, а ночнушка жены Сегодня спишь один И заметили вы это только через неделю, когда нога в рукаве застрял И завтра У каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье У моей жены тоже такое есть, это её перчатка Неделю, да? Да, ребят, ну вы чё, ну это же всё шутки Смешно, ради юмора, а? Да, конечно, я чё, ну Моя жена дочь генерала Вот Она сама об этом не говорила Просто однажды пришла в гости, сняла сапоги, а там портянки А, вот где они, а я их потерял Да, ребята, это шутка была Юмор, смешно, шутка Ну да, да Её отец генерал-генератор дебильных шуток Он получил из прошлого века и прячет заначку в книжке. Так, мне же в штаб надо позвонить. Сидеть. Знаете, в какой? Пока нет. Достоевский, идиот. Секундочку. Что-то почитать захотелось. Сколько там было? Пятнадцать. Слушайте, всегда поражаюсь, как каждый раз по-новому раскрывается Достоевский. Теперь о моей тёще. Слушайте, давайте уже переключим, всё понятно уже там, всё понятно. Да, давайте выключим, чё? Ага, сейчас. Серёж, не думаешь, что у меня может сердце не выдержать вообще-то? Моя тёща всё время жалуется на сердце, хотя его у неё нет. Я надеюсь, что сейчас закашлялся просто. Да, чё-то... Оно где-то в зайце, зайц в утке, утка в медведи, медведь в сундуке, сундук на дубе. А дуб — это её муж Сергей Геннадьев. Моя тёща так долго точила на меня зуб, что у неё теперь одному не хватает. Она — председатель ТСЖ. Для меня ТСЖ расшифровывается как тирания, самодержавие жадных. У меня тёща думает, что мы не замечаем, что у неё парик. Ну, к тому же она похожа на Брикоткина из уральских пельменей. Серёжа! Ну как, сейчас ржака такая. Серёжа! А чё, правда похож на этого Брикоткина, на этого урода? Да нет, Тамарочка, где Брикоткин и где ты, что ты? Конечно, нет. Но, с другой стороны, Брикоткин мне нравится. Как парень. Ну, как парень, да. Ну, что? Я так понимаю, пора открыть черепушку кому-то! Сумасла, Игорь! Ты сюда! Сумасла, Игорь! Иди сюда, Игорь! История! Игорь, иди сюда, Игорь, иди сюда! Я там всю школу, в школе. Иди сюда! Вот! Товарочка, обрати внимание. Давай бутылочку. Спасибо, что приходите на нашем инспектакле. Ночнушка! Ну, всё, теперь Ночнушка! Ночнушка! Яркие, как бабочки, на берегонке. Девочки, не мамочки, копчут каблуки. Шпики, венские, профеи женские. Неласково стучат, как кровью по ручатке. Восьмое марта. Восьмое марта – прекрасный праздник. По этому поводу я хочу сказать несколько слов в своих мысли. И так сказать, это будет не быстро. Поэтому потерпите, друзья, все. Вот смотрите. Мне кажется, каждый мужчина, по крайней мере, в нашей стране, ну, как каждый мужчина, начиная с возраста, когда он способен выжигателем выжечь на разделочной доске дорогой мамочки, такую фразу, вот с этого возраста каждый мужчина раз в год слышит стук. Такой тук-тук-тук. Ну, что такое? Это раз в год в мир мужчины приходит восьмое марта. Он приходит, мужчина открывает. Я не видел ни разу ни одного мужика, который бы не открыл дверь, который бы сказал, а не волнует, и на все ключи закрылся. Все равно мы открываем. Для кого-то приходит восьмое марта такой-то очень транжира, для кого-то он очень такой радостный, для кого-то действительно желанный, для кого-то, ну, просто вот, ну, надо так надо. И все знают, что он через сутки обязательно уйдет. Я вот сейчас пожелаю, половина мужиков скажет, что я безумный, половина скажет, что я предатель, но я вот желаю, чтобы этот замок отлетел от этих дверей и восьмое марта мог заходить в нашу жизнь, когда угодно, когда он захочет. С праздником вас, дорогие женщины! И для вас звучит эта песня под аккордеон и оркестр. Говорят, у женщины красота оружие, для мужчины этот факт станет западней. Но на самом деле, брат, никто не нужен ей, а ее оружие прямо под ступней. Яркие, как бабочки, на перегонки, девочки и мамочки топчут каблуки. Шпики венские, профели женские, ласково стучат, как кровью по брусчатке. Надо ж так себя нести, чтобы глаз не отвести, целый мир у них тайком под каблуком. Только бромью поведет, и он изменится, снова вытащит Амур в свой коварный лук. Станет он ухаживать, а когда поженятся, его сердце попадет ей прямо под каблук. И вот так всю жизнь живем, миримся и ссоримся, и тактических своих тайн не выдаем. Не сдаемся, мужики, мы еще поборемся. Пусть считают, плохо нам. Там, под каблуком, яркие, как бабочки, на перегонки, девочки и мамочки топчут каблуки. Шпики венские, профели женские, ласково стучат, как кровью по брусчатке. Надо ж так себя нести, чтобы нас с ума свести, Целый мир у них тайком под каблуком. С праздником, наши самые прекрасные в мире дамы! Целый мир у вас тайком под каблуком. В сегодняшнем концерте принимали участие в качестве подарка нашим прекрасным дамам вот эти самые прекрасные мужчины восточного полушария. Группа Лидербэн. Наши уникальные жемчужины Ксения и Илана. А они же наши прекрасные бриллианты, Илана и Ксения. Они же, они же, них даже звезды на небе. И они так прекрасны сегодня, потому что они же закованы в оправу из этих умных, добрых и сильных мужчин. Поприветствуем танцевальный квартет Екатерины Ткачук. Ну и, конечно же, в зале сегодня наша очаровательная оранжерея из самых прекрасных в мире женщин. Наших женщин. С праздником, дорогие друзья! Это было шоу «Уральские фельмени». «Уральские фельмени» «Уральские фельмени» «Уральские фельмени» МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашем новом концерте «Триумфальная сварка». Поаплодируйте, пожалуйста, все, кто строил. Неважно что, дом, баню, глазки, поздний, гитару, планы. То есть есть строители, да? Мы были уверены, что вы придете. Сегодня концерт у нас строительный, поэтому мы его будем строить. Мы здесь на сцене, вы здесь в зале, вы у своих экранов. Наш концерт, он как домик. Ваши улыбки и ваши аплодисменты – это его фундамент. Фундамент готов. Теперь нам нужен прораб. Есть ли прорабы в зале? Так, ни одного прораба. Ну окей, давайте так. Кто громче всех крикнет, тот и будет прораб. Ничего себе, кто кричит, я не вижу. Так, девушка, вы, да? Давайте, кричите, вот только она, давайте. Кто-нибудь составит конкуренцию? Нет, я не знаю. Слушайте, давайте все вместе, всем залом. Три-четыре. Вау. Это гораздо громче, чем вот девушка, когда одна кричала. Поэтому вы всем залом и будете прораб. Задача прораба – громко и внятно крикнуть «Поехали!». Готовы? Давайте, три-четыре. Отлично. Не забываем про фундамент и начинаем наш концерт. Триумфальная сварка. Ну а мы-то вдруг чем провинились? Что девчонками мы уродились? Несмотря на наши милые личики, научите нас складывать кирпичики. Раз такое у вас заявление, нужно срочно пройти обучение. Садимся за парты, берем ручки, записываем и запоминаем. Из кирпичиков строят богатые, зажиточные дяди пузатые. У простых людей нет денег столько, простые люди строят из блока. Внимание! Это шлагоблок, это пеноблок, это газоблок, это теплоблок. Стеклоблок, керамзитоблок, силикатный блок, волейбольный блок. Те, кто делали пенсионтами, таксистами, стали стойки вдруг с пенсиаристами. Строят все сейчас, как попало, лишь до сдачи бы простояла. Объясните нам попроще, красавица. Перфоратор, чем от дрели отличается? Дрель нужна, чтобы дырочку прошверлить, А перфоратор, чтоб соседа подвымесить. Изолента? Синяя кругляшечка. Молоток? Железка с деревяшечкой. Моторчик с диском. Это? Циркулярка. А вот это? Бабушка Киркорова. Болгарка? Ну, конечно! Пусть болгарками шлифуют малолетки, А я беру любимую медведку, Циклюрашпиль, малку и шерхебель, Ирунок, буравщик, стусло и фанцгебель, Отволоку, фризник, рейсмус, тензубель, Дронцинкуль, бучардуш, бунгубель, А кто-то завтра все это не заучит, Тот курвиметром полбу получит. Это было пицеантами, таксистами, Стали стройки вдруг с лицеалистами, Строят все сейчас, как попало, Лишь на скачевых простояло. Можно долго говорить про строительство, Только это все концерт увредительства, Пусть возводят дома специалисты, А на сцене выступают профессиональные артисты, Программист, химик, торгист, юрист, Механик, менеджер, технолог, Электрик, историк, актриса театра и кино, Ну и пара работников сцены, А все вместе! Ура, все, пиани! Вы же как маленькая грудь. У вас лучше никому не показывать. На армянском пикнике вместо покрывала Расстилают лаваш. Алло? Алло, да, Сереж? Да, видишь такую маленькую дорожку? Да. Потом идешь, идешь прямо, Видишь такую большую беседку, Потом беседка с красной крышей, Поворачиваешь направо, Да, потом идешь прямо, Да, Сереж, да, И видишь, и видишь, тут сюрприз, тут я. Давай, давай, я тебя жду, давай. Здрасте, здрасте. Добрый день. Да что, готово у нас это все, да? А вы кто? В смысле кто? Сура, друг. Сережа? Ну, конечно, а чей еще? А что, Сережа ничего не говорил про меня? Вот, тоже дружок называется. Сам, главное, пригласил, и ни слова вообще, ничего не сказал. Я, главное, говорю у него, это самое, ну, типа, спрашиваю. Говорю, Сережа, я там не буду лиц с ним. Он говорит, нет, все нормально, приходи, конечно, ты что? Ну, мы вообще-то хотели вдвоем как бы отметить. Так я тоже ему говорю, вы вроде как бы вдвоем собираетесь. Он говорит, нет, отказ сура не принимается. Он говорит, что приходи, она тебя будет рада видеть. Я говорю, кто? Он говорит, приходи, увидишь, будет сюрприз. Ай, извините, здравствуйте, я Катя, очень приятно. Я сура, очень приятно. Ну, сейчас я вижу, почему он вас скрывает. Вы же как маленькая грудь. У вас лучше никому не показывать. Чего? Не, ну вы тоже так разозлились, я вижу, я тут лишний. Ладно, я тогда пойду просто один грустно на этой пристани носками поболтаю над водой. Да, да, ладно вам, оставайтесь, вы не помешаете. То есть можно считать, что вы меня тоже пригласили, да? Ну, можно и так сказать. Ну, хорошо, Катюшенька, а с Иисусой? Есть что-то перекусить? А то я просто песком сюда сол промялся из города, вот. А вот овощи можно. Да, овощи хорошо. У-у-у, овощи полезно. Катюшн, это же просто какое-то волсыпство. Если бы мне сказали, Сура, выбирай, что ты хочешь? Быть высоким кудрявым блондином с дикцией Раизы Зиналовой? Или порцию Катюшаного сослыка? Я бы не раздумывал, а выбрал первое. А там что за коробочка у тебя? А, это подарок для Серёжи, да? Ничего себе, а что тут происходит? Что? На небесах, что ли, день открытых дверей? Спустился ангел и достался Серёжа? Да прекратите вы. Вы лучше расскажите, где вы с Серёжем познакомились. А мы же это, коллеги. Да вы что? Да. Вы тоже занимаетесь бизнес-анализом? Тоже, да, бизнес-анализы. С 8 до 9. Баночки на стол в конце коридора. Шура, Шура, приветствую. Грис, это друзья мой, знакомый. Гриса, ты что здесь делаешь, Гриса? А мы там, это, юбилей отмечаем, день рождения. Да ты что? Да, у этого, как его, у Юры. Ага. У Юры, мы с Юрой трудимся вместе. Ага. Вы что? Ага. И где? А там, настройки. А, ты теперь настройки работаешь? Да, а ты? А у меня бизнес-анализами занимаешься. Ага, ну тут что, как говорится, кому что подвернулось. Да, да, говорится. Я смотрю, всё в порядке. Да, мы вот с Катюсой ждём, пока Серёжа придёт. А мы вот тоже тортиком разминаемся, Румочка у нас там. Да, понял. Юру тоже ждёте, да? Да, ждём Юру. Ну, посмотри, если что, я у Юры вот там. Ага, или на пирсе ножками болтаю. Всё, да, Юра, строитель. Серьёзно, анализы, да? Угу. Ой, вот и Серёжка звонит. О, ты только не говори ему, что я тут, ага. Просто я ему так однозначно не сказал, что я буду. Типа придёт, обрадуется, сюрприз будет у него. Хорошо. Да. Алё, 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 да, Серёж. Да, беседка с красной крышей, я же тебе сказала. Серёж, да ты вообще в эту сторону пошёл. Я же тебе сказала, беседка с красной крышей. Серёжа, не надо на меня голос повышать, пожалуйста. Не я же этим беседком крыши красила. Нормально? Серьёзно, я же всё, что подумал. А давай мы сделаем тактический ход, да? Вот сейчас смотри, наливём по бокальчику. Серёжа придёт, мы ему раз сразу бокальчик, он его бах. И поплыл, как сугроб на апрельском солнышке, да? Смотри, Серёжа, давай. Может, лучше дождаться Серёжу? Конечно, лучше. Для него. Ну, у нас это же несправедливо будет. Мы-то с тобой вовремя присоединить, да? У нас всё готово уже. Вот. А Серёжа, если честно, он всегда такой недовольный. Вот всегда, сколько я его знаю. Вечно без меня не начинаете, без меня не ходите. Крысы не того цвета у него. Какие крысы? Какие крысы? Ну, вы сейчас сказали, крысы не того цвета. А, да не крысы, а крысы от домика. А ещё говорят, да? Русский язык такой богатый. А столько одинаковых слов крысы, крысы. Не то, что вот в Японии вот этих китайцев, там, да? У них вот эти иероглифы всякие. Их тысячу тук, они не повторяются все вообще. Надо было раздаваться в Японии. Так и сделаю в следующий раз. Ну, за Японию давай. Катюса, ты знаешь что, я же ненадолго. Буквально на 10 минуток. У меня же просто там работа не в проворот. Серёзы на анализы все на мне сегодня. Поэтому ты ему передавай, что я заходил, мол, поздравлял и кланялся. Передам. О, а вот и Серёза. О, а вот и Серёза. Серёж. Привет. Серёж, ты чё так долго шёл? Привет, Серёза. Ты чё так долго шёл? Шуров, он сразу дорогу нашёл, правда? Задолбался я. Как в Сайгарах скачу вокруг этого озера по этим турбазам. А Шуров, Шуров молодец, Шуров уже здесь, молодец. Да, я вот и тут. Я просто вот вспоминаю, где-то там должен быть туалет, в той стороне. Скажу, убедюсь, что он там. Серёж, ну ты что, обиделся? Ну? А чё мне обижаться-то? Чё мне обижаться-то? На свой день рождения получай квест с этими турбазами, с этими беседками бегай, там ищи, блин. А в конце квеста на тебе сюрприз. Шашлыки с твоим братом. С каким моим братом? Ну Шура этот. Тебя же брат, Саша. Саша, только сестра. А это Шурик, друг твой. Откуда у меня Шурик, друг? С кавказской пленцией, что ли? Юля, как у меня может быть друг такой дебил вообще? А у меня, значит, брат такой дебил может быть. Я не знаю вообще, какой у тебя может быть брат. Привет! Слушайте, а вы такого высокого, кортау в очках не видели? Нет, не видели. Только такого маленького, шапелявого, толстенького. А вы, а вы, наверное, Юра, да? У вас сегодня юбилей. Поздравляю. Спасибо. Ты что, ну со всеми перезнакомилась, что ли, пока меня не было? Конечно, ты же год шел сюда, пока этот шапелявый шашлык ел. Да? А картавый торт сожрал. А давай их найдем, а? Они, наверное, на пристани ножками болтают. Вот и отлично. Утопим к чертовой матери их там, короче. Сережа, здесь запрещено купаться. Вот и нормально, никто искать не будет. Да нет, я говорю, у вас же чересчур. Нормально же, вот у Клавки у нас, у поварихи, у нас же чересчур, да. Многие молодые специалисты работают по специальности не специально. Здорово. О, О, Леха, Спиридонов, Лешка, привет. Что, ты что, уже закончил сельхоз московский? Вот время как, пять лет пролетело незаметно. О, слушай, мы с тебя тут всей деревней ждем, ты чего? Мы без агронома, а деревня загибается. А ты знаешь, агроном у нас будет теперь в своей деревне. Ага, агроном, дизайнер шрифтов будет у вас теперь. Вот тоже, чего? Дизайнер шрифтов. Кто, чего? Ну, на первом курсе как-то сразу понял, что ну не мое это агроном. Сел вам письмо писать. Да что-то так коряво получилось. Думаю, о, пойду на дизайнера шрифтов. Это самое, Лешка, уходить тебе надо, пока председатель не знает. А что случилось-то? А ты Ваську помнишь глуховатого у нас? Ну, помню. Ну, вот его ж на географа отправляли учиться-то. Ну. Все деревни как тебе скидывались. Ну. Вот, а он на хореографа выучился. Видать, что-то там не расслышал. Ага. Ну и все, больше он не Васька глухой, он теперь Васька шепелявый. Председателем Уполином-то все зубы выбил. Ага. Там хоть эта профессия одинаковая, одна буква отличается. У тебя даже буквы не совпадают. Да ладно, что ты, ну стоишь, люди, расскажу, поймут под них. Ага. Он, говорят, приехал, где он, мой красавчик? Ага. О, председатель идет. Ну все, я, я это в скорую. Звонить? Какой звонить? Телефонов-то нет, отродясь, бежать. Держись тут. Председатель! Здесь он, председатель, здесь, здесь, здесь. Ага. Ах ты, моя хорошая. Держи. Ты моя. Ну, мужики. Нождались, дождались. Ну, мужики, ну че вы, ну че, прям чересчур. Да че, чересчур, ты че, 5 лет огромного ждали, нет, ничего, не чересчур. Да нет, я говорю, у вас же чересчур. Нормально же, че. Вот у Клавки у нас, у Паварихи, там же чересчур, да. Слышь, мужики, мне вам кое-что сказать нам. Ах ты, слава богу, нашел, а? Вы че творите-то, а? Вы когда че-то в райцентре берете, вы на место хоть обратно возвращайте. У нас там губернатор едет, мы стоим без плаката, на пальцах показываем. Еле нарисовали. Слышь, мужики, я как... Да подожди ты, скажи мне, понимаешь? Ты мне скажи, что судить будем по весне-то, понимаешь? А то мы, да споры-то, что-то не дотраке, понимаешь? Че судить-то будем, понимаешь? Рожь или корнеплоды, че дороже, а? Ну, корнеплоды дороже будут. Корнеплоды. Раза в два. А я тебе говорил. Слышь, мужики, я... Да подожди, ты вот скажи, ты скажи, понимаешь? Чем удобрять будем? Ма, а то он споры, потому что чуть не дотратит. Чем удобрять? Да ничем. А я тебе говорил, ничем, чтоб деньги не тратить. Слышь, я че... Подожди, вот скажи, это самое, надои, надои, как там увеличить? Как, как? Каком кверху. Бинго! Я тебе говорил, что если вертикально корову поставить, больше молока будет. Надо было на фофон с тобой спорить. Мужики, да стойте вы, ну дайте мне сказать-то в конце концов. Ну? Значит так. Я, короче, это, в Москве пять лет отучился и должен вам кое в чем признаться. Я, значит... Стоп! Не говори мне этого слова. Я так и знал, ну... У меня же сердце мне подсказывало. Ну что ж, так вот. Нельзя симпатичного парня в Москву отправлять, понимаешь? Логово разврата, понимаешь, а? Фу, Лёха, Лёха, фу! А тебя еще Тамарка ждала. Что там Тамарка? У нас девок, незамужних, полдеревни. С другой стороны, у нас и парней холостых, полдеревни, чё. Э, не нас с другой стороны. Фу, фу, с другой стороны. Подождите, вы просто не поняли. Я не агроном. Да какой ты после этого агроном? Кто же эту картошку жрать будет, которую ты своими руками садил? Да вы поймите, дайте сказать-то толком до конца-то. Вы меня отправляли учиться на агронома, а я выучился на дизайнера шрифтов. Кого? Чего? Дизайнера шрифтов. А-а-а, дизайнер шрифтов. Можно сказать, нужная профессия на селе. Да, градообразующие предприятия, так сказать, откроют. Ну, проходи, дизайнер. Садись, так сказать, сейчас отметим, приехал к нам молодой специалист. Мы ж накрыли, понимаешь, стол на последние деньги, можно сказать, встречать тебя. Так вот какая заковыка-то, стол мы накрывали навстречу, а получается накрыли на проводы, понимаешь, гаденыш. Дизайнер шрифтов, а, дизайнер шрифтов, а, это что? Ну, какие надписи? Такие, какие у нас надписи? У нас две надписи осталось. Акуловка, белый фон, и Акуловка, белый фон, красной чертой перечеркнута. Все, нет у нас больше шрифтов никаких. Гаденыш, понимаешь, я не знаю, пять буквок на пять лет, не маловато тебе, а? Что, буквы-то, я еще и цифры могу. А, цифры еще могу. Цифры может еще. Так, другого дела, ну-ка, ну-ка, сядь, ну-ка, сядь. Давай, покумекать нам. Ага. Значит, написать красиво, стильно, значит, это, на граните Спиридонов Алексея, 2000-2021. Гаденыш такой. Мы, значит, ему, понимаешь, собирали на стипендию пять лет, понимаешь, можно сказать, не доедали. Точнее, нет, как раз доедали, последнее. Бессоли, а вот, видите, нам что-то придумал. Все, понимаешь, вместо агронома, она, понимаешь, дизайнер шрифтов, ну, молись, все. Мужики, выручайте. Все, вы лезете, видите, у нас собрание, мы человека награждаем. Ну, отложите на минутку, тут дело, дело серьезное. Проехал губернатор. Сказал, что, говорит, за ужасная надпись, Косихинский район. Сказал, завтра обратно поедет, чтобы, говорит, переделали надпись. А как мы переделаем? А он, говорит, чего такая несовременная? А он, говорит, надо, чтобы была современная. Современная? Нет. Ну, мы вот, вот эту баню не отдадим же. Да и какая баня? У вас, случайно, этого дизайнера шрифтов нету? Хотя, откуда у вас? Откуда у нас? Откуда у нас? Из Москвы. Что? Да, вот посылали человеку учиться пять лет. У нас тут работы полно. И буковки там, и циферки, и по граниту, и по белому фону, и по красной полосе. Полно работы у нас. Ну, так свезло, так свезло. А, может быть, договоримся? Это, 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 со мной надо договариваться-то. Договаривал-ка-то у меня. То есть так, смотри. Так. Вы нам агронома и географа, а мы вам дизайнера шрифтов и хореографа. Да, на кой нам хореограф-то? Мы нас губернатора встречаем. А как вы будете без хореографа плясать под губернаторскую дудку? Под какую дудку? Да, у них еще дудки нет, смотри. Держи, сердце отрываю. Что это? Дудка. Дудка, дудка. Вот тут просверлишь, тут проковыряешь и бля-бля-бля-бля. Так, дудка, я тебе говорю, у меня этих дудок вот за баней, пареньцы, полтора куба. Играй давай. Не умеешь. Вы-то что не играете? Обболтусы стоят тут, понимаешь? Посылал учиться на докториста, приехал джаз-бан. Ну, быстро мне играют. Быстро, ну. Мы бы купили мяч, чтобы тренироваться и играть за сборную России. Чтобы играть за сборную России, мяч не нужен. Папа, дай нам 10 тысяч. Вот и раз. Вы что, вместо мамы сегодня, что ли? Она сейчас на работе. Вы деньги просите, что ли? Вы для нее просите? Нет, для себя. А зачем вам? У вас что, тоже нечего надеть? Может, прекрасная школьная форма. Вы в ней в школу, вы в ней и на рыбалку, и на каратэ. Прекрасная форма же у вас. Дай нам наши деньги. Да какие ваши деньги? У вас из своего только три лайка в Ток-Токе. Вашим. От меня, мамы и бабушки. Че? Папа, мы узнали, что государство каждому ребенку дает 10 тысяч рублей. Вот те раз. Ну-ка садитесь. Ну-ка садитесь сейчас. Садитесь. Ты вчера из-за девятий радился за 20 тысячам, а сегодня мы узнали то, что это наши 20 тысяч. Так, ну-ка, рассказывайте, откуда вы это узнали все? В интернете. В интернете. Вот хотели же вот этот интернет в России запретить, чтобы по всяким дурацким сайтам не лазили, всякие гадости не читали. Вот. Читайте лучше книжки. Я в ваши годы в интернете не сидел. В Ивделе сидел. В Тагиле сидел. Человеком вырос. Папа, дай нам наши деньги. Да у меня нет их этих денег. И нет у меня их. Мы знаем, ты купил на эти деньги удочку. Да, купил. Я их вложил в рыболовный бизнес. Я хочу приумножить эти деньги. Я планирую наловить рыбу и продать ее. Вот. Папа, кроме удочки, ты купил еще много каких-то бутылочек. Ну да, потому что без бутылочек я не смогу войти в рыболовный бизнес. Это такая рыбачкая корпоративная культура. Как вам объяснить-то, я даже не знаю. Ну, в общем, смотрите, рыбак рыбака не увидит издалека, если рыбак будет без бутылочек. Вот так, понятно, нет? Да. А что у рыбаков в бутылочках? Ой, елки-палки. Это еще сложнее. Ну, у них там, смотрите, у них там смелость, уверенность, усидчивость, вот. Суперспособности? Вот, спас меня, точно. Суперспособности у них там, да. Вот смотрите, вот дядя Витя вчера вот без бутылочки не мог крючок отцепить. Он у него зацепился, крючок. А после бутылочки? После бутылочки взял головешку из костра, разделся до гола и до города добежал с факелом. Вот. А крючок отцепил? Да нет, зачем ему крючок в Капазаре? Так 15 суток отсидеть без него. Папа, а от наших денег что-то осталось? Конечно, осталось. Ты что, ты обижаешь? Конечно, осталось. Небольшой долг. Я когда ваши деньги-то в рыболовный бизнес вложил, я понял, что надо расширять бизнес и занял у дяди Вити. А почему ты маму в рыболовный бизнес не берешь? Да потому что у мамы нет предпринимательской жилки. Так она же бухгалтером работает. Ну, что она как им работает, так она и будет работать. Развитие? Нет. Нет развития. Так она зарабатывает. А что она так зарабатывает? Она тратит все сразу же. На транжира? Она тратит. На продукты, на квартплату, на ипотеку. Все разбазаривает. Все. Понимаешь, она боится выйти из своей зоны комфорта. А вот ей там удобно, она говорит, а я бизнесмен. Понимаешь, я бизнесмен. Я вот глобально, понимаешь. А когда твой рыболовный бизнес начнет приносить прибыль? Он же приносит. Я ее просто до дома донести не могу. Папа, нам кажется, ты просто алкаш и пробил все деньги. Вот и вы не верите в малый бизнес. Вот как у нас в России малому бизнесу развиваться, если даже дети в него не верят? Со всех сторон. Смотрите вот, а. Ну вот как так, а. Ну вот ладно, скажите мне, на что бы вы свои деньги потратили? На что? Ну мы бы купили мяч, чтобы тренироваться и играть за сборную России. Чтоб играть за сборную России мяч не нужен. Понимаешь? А что нужно? Нужно умение выпивать много бутылочек. А что мы хотели бы купить сейф? Чтобы деньги, которые нам дает государство, не уходили в рыболовный бизнес. Нет, прости. В рыболовный бизнес может уйти и сейф. Рыболовный бизнес, он поглощает все. То есть сейфы, телевизоры, мебель, книги. Все. Все. Папа, дай нам деньги. Да я бы вам дал. Ну вот на что вы их потратите? Вы же их сразу же потратите. На яхты, на, я знаю, на кальяны, на сауны. Я же знаю, как бюджетные деньги расходуются. Вячеслав. Приветствую. Вот, хорошая новость. Все, что ты наловил своей новой удочкой, всю рыбу я продал. Так. Вот твоя доля 400 тысяч. Да. Есть минус. Так вот. В океанариум нас больше не пустят. Ладно, выкрутимся. Так, значит, держите ваши 20 тысяч, а на дивиденды даже не рассчитывайте. Вы в меня не верили, на дивиденды не рассчитывайте. Папа, а можно нам тоже в рыболовный бизнес? Так, Максим, он закончился. Нас в океанариум больше не пускают. Сейчас знаете что? Сейчас займемся пушным бизнесом. Пойдемте, значит, в зоопарк. Я вас в клетку пропихну. Будете мне енотов подавать. Вперед, за дело, бизнесмены. Предприниматель, скажи, какая она должна быть. Верьте в малый бизнес в России. Ура, мы в деле. Мы в деле, конечно. Александр Анатольевич, проводите нас зо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не люблю Николая, ну ты что. Я очень люблю. Я люблю его как закат. Люблю смотреть, как он уходит. В наше время вместо «будь здоров» принято говорить «надень маску, зараза». Алло, Коля, ты в магазине еще? Да, купи, пожалуйста, икры еще. Ну, конечно, красный. Кабачковая, она же красная. Все, давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Наташ, привет. Привет, мам. Ммм, для кого готовишь? Для Коли, для кого? Странно, пахнет вкусно. Мам, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Тогда тебе надо собираться в экспедицию с обозом. Мам, ну чего ты его так не любишь, а? Я не люблю Николая, ну ты что. Я очень люблю. Я люблю его как закат. Люблю смотреть, как он уходит. Мам, ты опять пришла его оскорблять, да? Сережа просто уехал на учение на две недели. Мне скучно. Ну, да, хочу скучать. Давай с нами поужинаем. Семейный ужин. А, я придумала. Лечо твое откроем. Этого года. А вы еще не пробовали? Нет. Давай. Конечно. Снимем пробу, так сказать. Давай, конечно. А-а-а! Что такое? Ну, это что такое? Мама? Мама? Что это? А, это? Новый рецепт у меня об этом. Я лица не чувствую вообще. Мам? Давай ложку. Какая ложка? Ее разъезд там, закрой. Мама, что это было вообще? А, в этот раз чуть-чуть переборщила перца. Я думала, в прошлом году был перебор, когда папа огнем чихнул. Нет, эта штука победила. Коля. Коля. Давай, разувайся. Заходи. Да, это я, кстати, белые тапки одел. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Тамара Игоревна. Садись, будем есть сейчас. Ой, слушай, что-то я аппетит потерял как-то. Я знал, что ты растяпал? Ну, потеряй свой единственный талант. Ладно, ну, перестань. Что случилось-то? Слушай, да я не знаю, что-то в магазине там народу, толпа такая вообще, все без масок. Я сейчас иду из магазина и прям что-то чувствую не очень как-то себя. Так, ну-ка, померь температуру быстро. Давай, давай, давай. Может, ему два градусника дашь, чтобы... А то у него один зашкалит там просто. Ой, мам. Тамара Игоревна, я вот умру. Вы на похороны-то хоть придете? Или сразу в караоке? Коля, хватит. Да. Че там? Ну, допрыгались 37,7. Может, у него ковид? Так, слабость есть, температура есть. Кошель? Да это я подавился просто. А запахи чувствуешь? Да чувствую я запахи. Че, бустру... Это мамина леча, что ли? А че, в этом году мало перца добавили, что ли? Вообще без перца, что ли? Фигня. Невкусно. Это точно ковид. Ты уверена? Я свое леча знаю. Фиолетовый уровень опасности. Так, быстро бери документы, быстро бери документы. Так, так, ты не дыши на нее. Ты не вдыхай от него ничего. Так, быстро иди сюда. Так, сиди там. Стоять. Сиди там, там, вот там. Не подходи к нам. Вообще. Так, мы тебе будем еду подносить под дверь. Два раза в день. А че так мало-то? Вон, леча жри. Его полно вообще. С того года еще осталось. Коля, не забудь цветочки поливать. Он все равно забудет, попрощайся с ними. Коля, я буду ждать тебя. Аплодисменты. Здравствуй, Николай. Здравствуйте. Не помешал? Да нет, я тут ковидом болею. Ну я знаю, потому что это ведь я и придумал! Да, да, сработало. Ну рассказывай, как прошло. Вообще как по маслу. Как вы с грелкой это придумали? Вообще круто. Как вы доперли? Слушай, температуру нагонять грелкой это ерунда. У меня призывники, знаешь, что с ней творят? Чего? У них то онурез, то кровотечение. У одного даже почка взорвалась. Ой. Слушай, ну ты Наталью обманул это легко. А как с Тамарой это справился? Пришлось лечь и есть. Сколько? Три ложки. Ой. Этого года? Этого года. Да, Николай. Предпочесть вымышленному ковиду реальную язву желудка и ожог пищевода, это мощно. Сужу отечеству? Да не ерничать. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Да, Тамара? На учениях, конечно, где еще там? У Николая ковид? Значит так, две недели к нему не заходить, чтобы не заразиться. Я через пару недель тоже буду. Пока. Ну что, Сергей Иванович, она точно не придет? В чем, в скафандре, что ли? Слушайте, ну что, я свою часть сделки выполнил. Вы что? Естественно, тоже выполнил. Тревожный чемодан. Опа. Ё-моё. Это ж нам все две недели зависать. Естественно. Крутяк. Сергей Иванович, а где вы такие штуки взяли вообще прикольные? Внукам купил. У вас же нет внуков. А ты, Николай, намеков, ты не понимаешь? У вас что ли дочь на стороне есть? У Наташи сестра есть? Можете не надо внуков. Так, все. Давай, за кого играешь? О, как тут все реалистично, что-то капец. Так, выбирай. Я буду, вот, лесником буду. А я вот этим крокодилом зеленым буду. Тоже зеленый? Да, да, да. Так, ну чего? На оружие бери. Так, я возьму топор, вот. Так, а я возьму базуку. Так, возьму, значит, что еще? Чего еще? Возьму вот эту лесницу обязательно возьму. Гарпун. Может, веревку просто? Ты ракетницу. Веревку ты возьми, у меня уже в этот рюкзак не влазит. Не, я возьму топор еще. Ух ты, смотри, вот так можно класть в рюкзак прям, понял? Видал? Ваня же с монстрами драться-то. Подожди, а здоровье сначала набрать? Да, здоровье хорошо. Так, а где здоровье, не знаешь? В тумбе вот было. О, вот эта тумба. Ничего, смотри, что там. Сергей Геннадьевич. А не было сейчас такое ощущение, как будто холодок по спине пробежал. Ну, было такое, знаешь, неприятное такое чувство, знакомое. Капец, как реально. А где они все? Вон они выходят. Николай, занимаем оборону, тихо. Давай, 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 лево, лево, долби из всех базук был. На, из всех. На. Че ты, тихо, тут надо руками, что ли, еще биться? Так, какие они, смотри. На. Смотри, что-то его пули не берут, надо вдвоем. Может, топором? Может, топором? Долби левого, давай топором всем, чем угодно. На. Николай. Николай. Сергей Геннадьевич. Чего? Мне кажется, меня сейчас этот осьминог щупальцем ударил. А че тебе гонишься? Капец, как натурально, вообще. Смотри, сейчас за стоком. И поехали. Да долбим, долбим, чудовище наступает. Николай, ты где? Другой, этот командир, а Николай, даже чудовище. Ты че, не понимаешь, это чудовище. Чудовище. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Натах, походу, твою маму и там, и тут показывают. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Учение, да? Компьютерное учение. Ковид, значит, да? Ковидно-компьютерное учение. Так, оборудование дорогостоящее, покупал для внуков. Не бить по нему, понятно? Да внуков ты не доживешь. Ты что, снимаешь? Ты в курсе, что у тебя сестра есть? Какая сестра? Ты что, издеваешься? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. АПЛОДИСМЕНТЫ На что нельзя смотреть без сварочной маски? Ну, говори. На вашу рожу. АПЛОДИСМЕНТЫ СВАРщику, который не выговаривает букву «Р», всю жизнь пришлось работать на свалке. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, студенты, сварщики. Так, кто мне вчера чай заварил? Я его сегодня открыть не могу. А вы же сами просили заварить. Я просил заварить, а не заварить. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит так, давайте перекличка. Пипкин. Здесь. Пупкин. Здесь. Попкин. Я. Пепкин. Здесь. Крапкин. Здесь. Трямкин, брямкин, брямкин, шамкин. Здесь, 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 здесь. Семенова. Здесь. Чего? Ой, извините. Здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. 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 Нет. Кто сказал нет? Не я. Не я. Не я. Не я. Кто-то не сказал не я. Я. Кто сказал я? Не я. Не я. Не я. Не я. Я. А ну-ка встань. Не встану. Ты где? Не найдешь. Найду, а ну-ка встань. Нет. Если не встанешь, я выгоню отсюда всю группу. Все равно не встану. А ты чего встал? Можно выйти? Ну, выйди. Спасибо. Ты чего встал? Слушайте, ноги затекли. Можно пройтись? Ну, пройдись. А ну-ка сядь. Да, блин. Сядь, гуру, на свое место. Да, блин, даже дойти никуда не успел. Ладно, раз стоишь, будешь отвечать. По технике безопасности. На что нельзя смотреть без сварочной маски? На небо? На сварку садись, два. Можно я сам отвечу? Так это не ты отвечал, что ли? Ну, ответь. На небо. Кошмар какой-то. Садись. Вы чё? Вы чё, позорите меня? Вы пятый курс. Вы должны всё уже знать. Я уже сам бы вам ответил на вопрос. На что нельзя смотреть без сварочной маски? Ну, говори. На вашу рожу. Вот я тебя поймал. Вот гад, я тебя поймал. Всё, иди отсюда. Иди в деканат. Ты больше не возвращайся никогда. Хулиганьё. Всё, наконец-то я его нашёл. А вот и не нашёл. Вот ты гад, а. Спрятался здесь. Эй, кто бы ты там ни был, давай, иди возвращайся обратно. Сиди на своём месте. Вот препод тупой. Сказал бы нам снять маски, сразу бы меня нашёл. А чё, хорошая идея. А ну-ка, снимите маски. Учебная пожарная тревога. Не ведитесь. Оставайтесь на местах. Она учебная. Она скоро выкли... Так, мне всё это надоело. Бардак какой-то. Ну-ка, выйдите сейчас сюда. Выйдите, встаньте все в одну линию. Всё равно я вычислю этого человека. Так. Так. Так, сейчас кому-то будет больно. А, больно. Выбереждаем. Так, капец какой-то. Хорошо. Будем действовать по вашему методу. Да что такое? Это ты. Всё, я тебя взял. Вы меня вывели, всё. Ай! 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 Кто айкает один за всех? Я. Капец. Я сейчас пойду к директору и всё расскажу про вашу группу. Не надо ходить, я здесь. Товарищ директор, простите меня, пожалуйста. Я не знал же, что вы здесь. Да это не я. Я пять лет хожу на ваши пары и ни разу, ни разу вы даже не начали знакомство со специальностью. Вы никудышный препод. Всё, давайте я вас увольняю. Собирайте манаточки, идите отсюда. Нормально я препода развёл. У нас же директор женщина. Подождите, у нас же директор женщина. Ты что, развёл меня? Всё, хорош. Всё, убирайтесь отсюда, чтобы не видел вас больше здесь. Хулиганьё. Никто не посмеет оскорблять заслуженного учителя сварочного дела. Фух. Ну и чего ты добился? Ты где? Я у тебя в голове. Купец. Он уже в голову у меня залез. Ну вот так-то. Не надо было меня отчислять со второго курса. Где изобрели сварку? Кто изобрёл сварку? В России изобрели сварку. Это знать надо. Сразу было понятно, кто банку абрикосового варенья сожрал. О, чё это? Вашу челюсть на дне нашли. В доме чисто, когда мужик тряпка. Родриго, не подходи ко мне. Между нами всё кончено. Как хочешь, Роза. Прощай. Чё вот они ругаются, а? Ругаются и ругаются. Потом да ругаются до того, что разводиться придётся. Вон как Петя Иванова. А чё, Иванова разводится, что ли? Ну да. Ты чё, не знал? Реально. Причём только дом достроили, прикинь? А ты чё? Ну ты из-за дома, наверное? Чего? Ну как, почему? Я когда полку вешал, я с тобой раз пятьдесят поругался. Раз пять хотел развестись. Ну дом достроили. Конечно из-за него. Ой, надо же, а? Как пара такая красивая, да? Иванова? Красивая пара? Ну чё, нет что ли? Теперь я понимаю, почему ты Сальвадора Дали любишь? У тебя со вкусом-то... При чём тут Сальвадор Дали вообще? Ну ты посмотри, ну... Вот этот, слон. На тонких ножках, когда выльтая Катька Иванова. Всё вам моделей подавай. Вы когда на диване лежите, вы тоже как вот эти часы растекаетесь. А Катька для своего возраста выглядит нормально. Причём здесь свой возраст? Она для Серёгиного возраста должна выглядеть нормально. Может, ты и про меня такое скажешь? Да ну чё ты, перестань. Про тебя такое пускай Серёга говорит. Я имею в виду, чё, прям разводится что ли, да? Прям по-серьёзке? Ну да. Чё, имущество делят? Ну конечно. И чё, и дом кому? Ну кому, Катьке, кому. Чё ты, Катьке-то главное? Он на его деньги построенный вообще. Чё она там сделала? Гладиолусы там посажены. Там коврики у неё замечательные везде. Там яблони какие в саду. Ты с чё? То есть берёт свои коврики и заворачивает в них эти гладиолусы свои. В яблони дупло. Продолбит пускай, живёт там как белка вот так. Ты чё говоришь, что такое? Ну человек занимался столько времени. А он не занимался, да? Человек старался для семьи. Ну чего вы орёте? Нет, представляешь, яблоново разводятся. А вы-то чё орёте? Разводятся и разводятся. Я всегда говорил, что они не пара. Вы всегда говорите, включите свет обратно, я скоро выйду сам. Идите, папа, идите. Нет, ну смотри. Сидоров, когда разводился, он же всё ей оставил и ушёл, в чём был. Подожди. Тут совсем другая ситуация. Не ушёл, в чём был, а в чём она его застукала, в том он и ушёл. Вообще другая ситуация абсолютно принципиальная. Тем более говорят, говорят. Что? Что, Катька Серёгу поколачивала? Да ну она не могла, ты чё? Да чё не могла, да? Ты посмотри, у неё только ножки худые-то, корпус-то ого какой. Она хоботом любого пришибёт, ты посмотри. Что ты говоришь? Я тебе говорю нормально. Ну ты чего вы всё орёте-то орёте? Представляешь, Катька дома хочет у Серёги отжать? Так это сразу понятно было. Сразу было понятно, кто банку абрикосового варенья сожрал. О, чё это? Вашу челюсть на дне нашли. Идите. Слушай, развод это ужасно, конечно. А дети, это же, ну ой. Хорошо, Алёшка у них старшенький в лагере не видит этого ужаса всего. Чё хорошего-то? Парню пять лет дали. А вот давай сейчас честно. Ну вот только честно. Но у нас же такое невозможно. Да ну перестань, ну чё. Правда? Ну откуда у нас такое? Ну чё, ну что ты? Честно? Ну у нас совсем другая ситуация. Да. Ну квартира на маме моей записана, дача на деде. Уже всё по-другому. Так, подожди. То есть ты хочешь сказать, что если мы будем разводиться, ты мне вообще ничего не оставишь? Да чё мы будем разводиться-то? Ну поругаемся сильно. Да чё мы будем ругаться-то? Полка уже висит, всё. Нормально всё. Не, ну Коль, ну если прям вот уже всё, прям вот развод-развод, вообще ничего мне не оставишь? Да всё забирай. Ну вот. Ну всё забирай. Хорошо. Волосы свои званы, забирай. Всё свои кремики вот эти, вот всё забирай. Туфли эти, все двести пар свои, забирай. Туфли-то тебе чем помешали? Стоят в гардеробной, спокойно абсолютно. Да, в гардеробной. А ничего, что до этого, это моя мастерская вообще-то была. Ой, мастер у нас образовался. Ты чё там делал-то, мастер? А твои туфли там в три смены, понимаешь, фигарят там. Без обеда, да? Ой, мастерская, мастерская. Кто у нас тут? Папа Карло у нас тут появился? Что папа Карло сделал? Вот, единственное. Бурати, на, тебе в школу пора, вставай. Ты руку не трогай, ты. Ты на святое не замахивайся. Извините, извините. Ну ты, Наталья, ты завела меня сейчас. Ну так давай, развод. Развод? Давай, давай, развод. Давай на берегу договариваться, давай. Вот Алёшку я с собой забираю, а Петеньку оставляю тебе, пожалуйста. Чё это ты мне оставляешь, своего брата-алкоголика? Потому что ты все выходные с ним больше проводишь времени. Ничего себе. Так, хорошо, давай. С кем останется дед? В смысле, с кем останется дед? А, ну хотя логично, твой дед, он останется с тобой. Всё, порешали. В смысле, мой дед? Я думал, это твой дед? Так, подожди. Я когда к тебе переезжал, он здесь уже был. Подожди, ты переезжала ко мне с дедом? Я думал, это твой? Дед? Ты смотри, восемь лет продержался. Новые лохи. Слышь, этот прыщил, как бы... Какой прыщил, как бы, на него таща записана. Нет, нет, нет. Что это, мужик, мужик, мужик. Мы с тобой в группе Ришка. Печь за вируша. Мы в группе Ришка, потому что мы десятый год просрочку жрём. Тома. А? Томочка. Да, Нюрочка. Плечо у тебя чешется, говорю. Чего он у меня зачешется? Ох, мы с тобой прививки сделали. Ну и чё, мы же их не отчисотки сделали. Томочка, мы с тобой в группе Ришка из-за вируша. Мы в группе Ришка, потому что мы десятый год просрочку жрём. Значит так, если у тебя плечо не чешется, значит, ты прививку хорошо перенесла. А чё мне плохо-то переносить? Я всё бесплатно и хорошо переношу. Тем более нам за вакцинацию банки дали. Литрушки. А скоро среди пенсионеров гидроцикл разыграют. А знаешь, почему у тебя плечо не чешется? Тебя обманули. Чего это? Ты видела, сколько там вакцины? Вон стоточка вот. А шприц вон такенный. А ты вон кака. Вот столько ещё не доставили. Ты чё, ты чё, у тебя совсем фляга, что ли, свистит? Ты кукуха поехала. Чё ты несёшь? Фигня какая-то. Я тебе не верю. Не верь-то она. Тебе куда её ставили? В плечо. Вот. Значит, у тебя только плечо защищено. А остальное тело всё не защищено. Заходи, вирус, добро пожаловать. Тебе надо было в рот и в нос её поставить. Это тебе надо было её в рот поставить. Хотя у тебя во рту столько поганых слов живёт, что ни один вирус не выдержит. Тебя даже зубы не выдержали. Всё, хватит ругаться. Сколько ты весишь? 42 килограмма. А без платков? 11. Тебе недокололи как минимум 10 литров. Ну так давай тогда пожалуемся. Хочешь, чтоб у нас банки забрали? Ну чё делать-то тогда? Давай сами сварим. Чё ты сама сваришь? Вакцину. Сами защитимся. Ты 12 вестишь, я 8. Итого нам надо 20 литров. Нам 21. Один литр на испытание уйдёт. И чё, это на ком интересно мы испытывать её будем? На тебе и будем. А чё это на мне-то? Так на мне просрочку испытывали. Ладно, давай сварим 30 литров, чтоб никто не пострадал в драке за вакцину. Ну давай 30 сварим. Так, значит. Первое, что нужно положить? Что нам помогает? Ну мне помогает... Ой, пояс из собачьей шерсти. Сейчас я это... Сейчас я настригу. Да не надо стричь, кидай весь. Это же кандемия. Давай. Да. Так, чё ещё? Чё тебе помогает? Мне помогает мумиё. Клади. Так у меня только аптечного не осталось. Я это домашнее делаю. А чё, у тебя чё, летучие мыши есть, что ли? Там главное слово мыши. А летучие они или по плентусам бегают, неважно. Главное много мумия есть. Ну чё, сколько сыпать там? Так всё вместе с мешком пандемия же. Ладно. Давай. Так. Так, шо нам ещё помогает? Нам помогает начальник социального обеспечения Мартынов. Он сюда не влезет. Надо его в другом месте варить. Отдельно? Да. Давай тогда без него. Пускай его лучше в аду сварят. Вот, тогда без него. Сейчас я прочитаю состав. Значит, нужен рекомбинированный вирус на основе аденовирус человека. Есть у тебя такой? Нет, кончился. Вчера доели. Внуки приезжали. Так. А чё есть? Зелёнка. Это тоже самое. Давай, кидай. И йод. И йод тоже. Да. Так, дальше. Нужен фрагмент белка Си вируса карс-ковид-2. А это есть? Белок есть. Да только его, это, можно с желтком? Конечно, можно. А то мне потом, куда отдельно надевать желтки? Кидай. О. Всё. Так. Так, шо нас ещё спасает? Нас спасает картошка. Сыпь. Сколько? Сколько не жалко. Ну, тогда без картошки. Ты с ума сошла? Что? Картошка, мать, вакцин. Чё ты говоришь? Ну, чё это мы вакцину из моих продуктов делаем? Чё ты переживаешь? Мы тебе же её всю и вколем. Тебе картошка прямо в кровь попадёт. Она мне в кровь-то попадёт, если мы будем в рот ставить. Я такой напор сделаю, тебе гортань пробьёт. Давай, сыпь. Ну, чё, в всю, что ли? Ну, сыпь, конечно, чё ты. О. Так. Хорошо. А куда ставить будем? А, ведь смотря, какая будет консистенция. Возможно, подавится дополнительное отверстие для вакцинации. Не, я лучше растолку картошку, чтобы обойтись теми отверстиями, которые есть. Так, шо ещё у нас убивает вирус? А, давай это, я квитанцию ЖКХ брошу. По квартплате, она всех убивает. Ну, чё ещё? А сейчас, знаешь чё, сейчас секретный ингредиент. Его в инструкции нет, но он там есть. Так, и чайный гриб. Ты не жалко? Не, его везде добавляют. Его даже в Суперджет добавляют. Ну, кидай. Вот, давай. Он сейчас везде. Ну и всё, значит. И сейчас заливаем всё это вот этим вот. А это чё, вода? Сама ты вода, это санитайзер. Я в торговый центр месяц с кружкой ходил. Чтоб тебя, дуру, спасти. Ага. Вот, уже консистенция лучше. Пахнет хорошо. Да, ну шо. Давай. Поехали. На плиту. Да. Ставим. Ставим. А чем мы будем вакцинировать? А вот. Я в этой, в поликлинике шприц инсулиновый истянула. Я боюсь, не доживу до конца вакцинации. Пока мы 12 литров таким шприцом мне поставили. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну да. Ну тогда. Будем вот этим ставить. Это я на скотном дворе взяла. Этим коров осеменяют. А тебя овцу и подавно пробьёт. Давай, я буду набирать вакцину, а ты картошку отгоняй, чтоб носик не забило. Давай. Хорошо. Ну, да. Я в процедурный кабинет тогда. Так, иди в процедурный, садись. Испытывать будем? Не-не, не надо. Я нашим российским разработкам доверяю. Так, вот, держи лист наблюдения. Ага. Записывай все изменения, которые будут. Да. Открывай рот. Нижние зубы, это, языком прижми, а то вышибу. Готово? Ага. Поехали. Так, посмотрим лист наблюдения. Никаких изменений не замечено. Остался второй компонент. У него же через неделю только. Ты сдурел, что ли? Он прокиснет через неделю. Тебе прямо сейчас можно. У тебя замечаний нету в листе наблюдения. Готово я? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтоб все видели, что ты вакцинированная. А чё так не видно, что я вакцинированная? Так, ты выглядишь не как вакцинированная, а как переболевшая всеми болезнями. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, нагинайся. Горячая. Давай, нагинайся, я не могу долго держать. Да не в эту сторону, дура. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я уроню сейчас. Пол прожгу. С той стороны некуда заливать. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, нагинайся. Я на... Сейчас. Куар-код поставлю. На! А-а-а! 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 Убирай, гадина! АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы прожгла твою кофту. Ну ничего, сейчас ты с Куар-кодом будешь ходить. Все будут знать, что ты вакцинированная. Всем показывать будешь свою спину паленую. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я тебя вакцинировать буду. Я пошла домой. Вот этой палкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Не продай меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сейчас тебе башку головлю. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы построили наш дом, Где под радостный смех Самым дальним друзьям Мы входили пешком. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, В общем, на этой сцене сейчас стоят люди, которые, в общем-то, про стройку знают не понаслышке. В общем-то, видели тут некоторые строительные бытовки изнутри. И как бы с высоты вот этого башенного крана, я вам скажу так, строительство может стать национальной идеей России. Потому что она объединяет не только семьи наши, не только всех людей, но еще и поколения. Потому что мы поколениями строим все вместе садовые домики, дачи, теплицы, парники. Нет ни одного человека в нашей стране, мужчины, который бы не забил хотя бы один гвоздь. Нет ни одной семьи, которая не поклеила хотя бы один рулон обоев все вместе с руганью, с клестером. Кривее, левее, да не так, да вот так. Мне кажется, это прямо вот национальная идея. Давайте рассмотрим этот вопрос. А пока споем. Поехали. Какими мы были, когда молодыми На стройках месили бетон, Под песни лихие дома возводили Руками и крепким словцом. Мы в майке ходили, Чтоб на свидание твой друг в рубахе пошел. Во время дождя без смущения вставали Все под один капюшон. А летом в палатках, в резиновых тапках, С гитарами возле костра. Мы пели о дружбе, и всех без остатка Нас согревала мечта. К самым лучшим друзьям мы б ходили пешком. К самым лучшим друзьям мы б ходили пешком. Какими мы стали, вот на ноги стали, И каждый в расцвете сил. Мы много познали, мир повидали, И нрав понемногу остыл. Квартиры в домах, где на доме охрана, На даче забор домофон. И никому уж не кажется странным, Что мечтали мы о другом. Что мы построим наш дом, Что в один моряках, Там не будет дверей, И не будет замка. Мы построим наш дом, Где под радостный свет, К самым дальним друзьям мы б ходили пешком. К самым лучшим друзьям мы б ходили пешком. Какими мы были, какими мы стали, Я б с собой молодым Поменялся б местами, Чтоб построить наш дом. В сегодняшнем концерте принимали участие Наш музыкант Сергей Калугин, Данила Питков, Роман Постовалов, Андрей Рожков, Илана Юрьева, Вячеслав Книстяков, Сеня Корнева, Дмитрий Бриковкин, Сергей Ершов, Александр Попов, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Артем Пушкин. Спасибо большое. Наша замечательная музыкальная банда Ливермен. Наши прекрасные зрители И в зрительном зале На всем месте мы шоу «Уральские пельмени»! «Уральские пельмени»! «Под σ ast studenавoren» «Уральские п comparisons» «Уральские пельмени» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Привет! Привет, Москва! Привет, Россия! Привет, члены! Мы рады вас видеть на нашем новом концерте под названием «Бабьевета». Сегодняшний концерт у нас про мужчин. Дело в том, что женщины нам, мужчинам, постоянно что-то запрещают. Да ведь, мужики? Вообще, мужики заметили, что когда женщина говорит «делай, что хочешь», это означает, что тебе запрещено вообще всё. Есть такое? Ну что ж, друзья мои, сегодня единственная «Бабьевета» — это наш концерт, который мы начинаем под ваши крепкие, жилистые аплодисменты! Вы знаете, наша команда сформировалась в 90-е. В 90-е лихие, знаменитые, те самые 90-е, и в то время самое популярное место был тренажёрный зал, или в простонародье «качалка». Ты что сегодня качать будешь? Короче, я о ноздре. Зачем? Что, тормози, что ли? Прикинь меня, кто-нибудь в драке вот так за ноздри возьмёт. Я сломал ему пальцы. Я тогда пальцы качать буду. Давай, давай. Здорово, пацаны. О, здорово, Макс. Давай в игру играть на косарь, кто меньше раз отожмётся. Давай. Давай, ты начинаешь. Чё, сколько? Один. А я ни одного, прикинь. Ох ты, шею, мапрын. Давай ещё раз, только теперь ты первый начинаешь. Давай, короче. Значит, я ни одного. Ох ты, коварный субъект. Давай ещё раз, только теперь опять я начинаю. Давай. Короче, я ни разу не отжался. А ты сколько раз ни разу не отжался? Один. А я два раза ни разу не отжался. Георгий Касарь. Ох ты, коварный субъект. Прикиньте, пацаны. Короче, мы с битами на разборке хуем, а американцы тупые. Ими в бейсбол играют. Ха, это чё получается? Они на разборке ходят с тем, во что мы играем? С Дэнди? Эта, парни, привет. Здорово. Слыхали, это? Талоны скоро отменят. Капец. И чё мы тогда есть будем? Ха, а ты чё талоны ел? Ха, а ты чё. Здорово. Здорово, мой мой. Здорово. Здорово, здорово. Ну чё, Ксю? Чё? Поступила в институт? Не. Чё, по баллам не прошла? Не, в дверь. Ха, ха. Да прикинь, короче, обратно иду по переходу, мне навстречу выпускница. Ну мы с ней там чё-то побарахтались, короче, не смогла на свой диплом защитить. Ха, ха. О, я теперь Сорокина Наталья Павловна юрист, прикинь. Ха, ха. Теперь тебе надо новый паспорт делать. Да нет, ты чё, паспорт-то я у неё тоже отжал, а во. Теперь тебе надо своё лицо сильно отжать. Ха, ха. Мальчики, привет. Ксюш, ну чё, ты скоро? Ксюша? Так ты баба? Капец, а то, что ты меня Ксю называешь, это ничего? Так я думал, это фамилия. Ну-ка, Костя Дзю. У неё тоже коса. А чё такой тупой-то? Девушка. Чё? А вашей маме проблемы не нужны? Да, тестостерон свой потёрли. Мальчики, а вы чем занимаетесь? А мы это, ну, мы крышуем. А, вы строители. Это не, а мы на стрелке ездим. А, вы железнодорожники. Нет, мы морды бьём. А, вы морды бьёте. Слушай, она ещё, по-моему, тупее, чем мы. Идеальная. Пацаны, а о чём можно у вас в качалке покачаться? Слушайте, это же тот чувак из пельменей, который тупых качков круто показывал. Ну всё, ты вляпался? Во что? В шоу. Ура! Да куда вы, чё тупите-то? Куда? В шоу, говорю, хочешь попасть? Какое шоу? В шоу. Сейчас-то чё тупим? В шоу. Ура, си, пельмени! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и чё, у нас тоже аппарат в больнице есть? Самогонный. Ну так он лечит. Стой, 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 Гриша, стой. Григорий, а ты, это, ты чё, меня в Москву-то опять притащил, а? Э, ты как это узнался, что мы в Москве? Я тебя так из Барнаула неделю везу, ты чё? Да как, женщина в поезде орала, выходите из туалета, уроды. Москва. Приехали, вот, я так и понял. Ну ты зачем меня привёз сюда, а? У тебя же день рождения. О, и сколько мне? Тебе, это, уже 20. Вау, да в прошлом году уже праздновали 37. Это я не тот паспорт посмотрел. Вот хорошо тебе, Гриша, у тебя паспорта всей деревни. Да. Ты меня зачем в Москву приволок, а? Я тебе, Вася, сейчас покажу то, что ты у нас в деревне никогда не увидишь. Я тебе, Вася, покажу вот это вот. Опа! Оооо! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А? А это чё такое, Гриша? Это, Вася, больница. Чё ты несёшь-то? Я же знаю, как больница выглядит. Я был в больнице. Ты меня из больницы сюда и привёз. Вася, это московская больница? Батюшки. Я тебе не верю, Гриша. Да это не больница. Где полка с подорожником? Где? Где подорожник? Нету. Где постирочная для бинтов? Где будка с собакой, которая от медведей больных защищает? А? Где этот? Где плита, на которой шприцы кипятят? Ничего этого нет, так что это не больница, это ерунда какая-то. Вася, здесь этого всего нет. Вася, просто наша больница районная, а эта платная. А в чём разница? В этой больнице, в московской, тебе лекарства дают, а в нашей тебе дают больничный. Фигня какая-то. Всё равно не верю, ерунда. Вася, в этой больнице даже есть МРТ. Ну и чё подумаешь, у нас тоже есть МРТ? Я тебе не про буквы говорю, а про аппарат реальный. Ну и чё, у нас тоже аппарат в больнице есть? Самогонный. Ну так он лечит. Он лечит у нас больницу, вокруг этого аппарата и построили. Она у нас поэтому и районная больница. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что весь район к аппарату-то тянется, тянется он манит, манит аппарат-то. Ничего он не лечит, Вася. Он как раз вот он и лечит. Причём все болезни. И только одну развивает. Вот ерунда. И у нас все с этой болезнью живут. Вот с измольства и ничего, никто не жалуется. Гришенька, здесь даже знаешь, что делают? Чё? ФГС. У нас тоже делают ФГС. Тут с помощью зонда. А у нас с помощью врача. Стоишь у окошка, рот открываешь, врач в рот смотрит и всё тебе рассказывает. И всё видит. Тут даже колоноскопию делают. Так у нас тоже делают. Это тот же самый врач, только с фонариком. Деревня, а? Привёз меня, удивить хочет. У нас единственное, что неудобно, Гриша, у нас процедурный кабинет в поле. Когда стоишь, дует. Когда рот откручивается. Тебе дуло, потому что ты рот разявил. Да я рот-то раскрыл, потому что красота-то какая, Гриша. Птички поют простор, сердце распахнуто, душа на распашку. Вася, здесь даже стоматолог есть. Кто? Стоматолог. Кто это такой? Это врач, который лечит зубы. Ты что, дурак что ли? Тебе же наш ветеринар сказал, зубы не лечатся. Это кость. Тебе же он популярно объяснил всё. Вася, зубы, оказывается, можно лечить. Ага, давай, ты скажи ещё, что при занозе не обязательно палец удалять. Вот ты мне скажи, вот это, вот это что, регистратура что ли? Вон. Да. Вот. Так ты смотри, у них женщина там сидит, которая меньше регистратуры. У неё лицо полностью в окошко влазит. Какая это регистратура? Гриша, я знаешь, что заметил ещё? Знаешь, что заметил? Чего? У них врачи не дерутся. Вася, это больница, здесь врачи не дерутся. А как они тогда узнают, кому зарплата достанется? Здесь каждому врачу платят зарплату. Да ладно. И что, прям по полнющему ведру свёклы? Да. По полному? По полнёхоньку. Да ты чё, Гриша, ну что ты? Ёмки-палки. Здесь, Вася, каждый врач лечит свой орган. Господи, да что это за врачи-то такие, которые всего по одному органу знают? У нас, вон, ветеринар Алексей Петрович, он все органы знает. И не только у людей. Я тебе так скажу. Вася. Ну? Здесь, в этой больнице, есть даже врач, который по женской груди. О, у нас тоже есть. Только он принимал не в кабинете, а в лесу. И о, потом бабы забили тяпками и вилами заколол. Я тебе даже так скажу, у них тут есть врач-дерматолог. Вот. Вот это хорошо. Мне вот он как раз нужен. Мне как раз весной один дерматолог крышу перекрывал. Всё капает. Всё течёт с крыши. Ты деревня. Дерматолог, это который кожу лечит. Дерма, это кожа. Дерма, это то, чем мне крышу перекрыли. Найду, убью. Так, всё, мы сейчас с тобой знаешь, что делать будем? Чё? Анализы пойдём сдавать. Куда ты их сдашь? Куда ты их сдашь? Где столик? Где столик с баночками? Где стол с коробками? Где с коробочками стол? Какие коробочки? Ну, спичечные. Куда ты анализы-то собираешься сдавать, ну? Твои анализы в коробок не влезут. Дипломастер, чтоб коробочки подписать. Сейчас все анализы в электронном виде сдаются, дурында. Ну, у меня-то не в электронном. Знаешь, чё, Гриша, ты в этой больнице вот никогда не выздоровеешь. В России зачем вот люди в больнице ходят, чтоб бороться за жизнь? А в этой больнице ты никаких навыков не получишь. Вот так. А только лекарство и уход. А кому это в России нужно? Никому. Высказался? А чё я не так сказал-то? Я тебе сейчас докажу на ярком примере, что здесь всё, можно вылечить. Любую болезнь можно вылечить. Ну? Какая вот у тебя болезнь? Ну, у меня все есть. Вот смотри, прескурант, смотри, выбирай, любую болезнь можно вылечить. И чё, вот всё болит? Абсолютно. Сейчас я гляну. Гриша, знаешь, чё я понял? Я понял плюсы платной медицины. Вот просто смотришь на цены, и само всё проходит. Гриня, поехали-ка обратно в Бурнаул. В мою любимую родную деревню Лукошкино. Где все следят за своим здоровьем. Потому что не дай бог попасть в нашу районную больницу. Поехали, Гриша. О, мать драконов! Подходи, детские кресла есть. На, такси Арам. Только тут и сразу там. У настоящего армянского такси не шашечки, а звёздочки. О, Белоснежка, иди сюда. Твой гном-везун уже здесь. Давай, такси от Арама. Прямиком до Амстердама. Давай. Не, ладно. О, мать драконов! Подходи, детские кресла есть. Такси Арам. Только тут и сразу там. Алё, волосатый. Добрый вечер. Ты что тут, таксуешь что ли? А, не, женщина, грузоперевозками не занимаюсь. Иди давай в другом месте таксуй. А здесь что, нужно срочно поднести или что? Ты откуда такой дерзкий взялся? У кого-то из шаурмы, что ли, выпал? О, а ты что такая грубая? Женская одежда не налезает? Слышь, Колобок, давай катись отсюда. Здесь я таксую, это моё место. Я последнего, кто со мной за это место боролся, отсюда так выпнуло. Он теперь только стоя ездить может. На самокате? На перевязке. А, ладно, видимо, мы немного не с того начали. Давайте откатимся. Добрый вечер, меня зовут Арам. Прыгай в свою корыто, Арам, и жми по газам. Ладно, понятно. Ну, ничего страшного. Ты даже глазом не успеешь моргнуть, как я уеду. Сейчас быстро клиента увижу. О, Констанция, давай, Д'Артаньян вот здесь уже. Привет. Такси? Да, Арам, такси, не раз щепнёшь, Баку, Мерси. Да, куда ехать надо? Мне до Колпина. О, не советую. Почему я там живу вообще-то? Нет, с ним ехать не советую, он руки распускает. В смысле? Да, в смысле? Да, в смысле. Прикинь, я к нему села. У меня деньги с картой дзынь, он дверные замки щёлкой на обочину вжух. Говорит, раздевайся, мы с тобой поиграем. Это правда? Конечно, нет, ничто, посмотрите на неё. Давай, давай, отпирайся, маньячина. Я от него еле отбилась, вон даже запись осталась. На, подлак, получай, на, на, на тебе, на, получай. Да, я лучше на трамвай домой поеду. На. Эй, ты что творишь, водитель фуры? Я тебе сказала, иди отсюда, но ты же по-хорошему не понимаешь. Это по-хорошему, по-твоему? По-хорошему это волк зайчику в мультике говорит, эй, зайчик, ну погоди. А ты же как Годзилла пришла в Нью-Йорк вот так по домам, ваааа, и говоришь, разбегайтесь по-хорошему. Вот так ты. Слушай, а что это за запись у тебя? Это запись победы в борьбе за это место. Хочешь ремейк записать? Включай диктофон. Не, не надо ничего включать. Королева агрессивного маркетинга, блин. Ладно, забирай следующего клиента, я пережду. Вот и правильно, переждун. Тем более, женщинам надо уступать. И тем, кто похож на женщин. Я включаю? Да шутка просто, ладно, чуть не напрягалась. Здравствуйте, до центра сколько? За 400 долетим. Ну отлично. Да, долетите разве что в рай. Не, хочешь лететь с этой Мэри Поппенс, до свидания. В смысле, ты о чем? Да не слушай его, он придурочный. Да, я же кукукнулся, представляешь? После того, как с ней сюда доехал. Да, потому что я только сел, началось вот это... Ты куда летишь, это же красный? Осторожно, гаишник, он же не картонный. Ой, яма. Вот так хочешь? Люк. Ты что гонишь, волосатый? Во, я еще волосатый был, кстати. Вот такая шевелюра была у меня. От испуга все сдуло. У нее вообще, честно говоря, предыдущий клиент сейчас только стоя может ездить. На перевязке. Слушай, да ладно, я лучше на трамвай, наверное. Хорошо, давай назад откатимся. Давай откатимся. Добрый вечер, меня зовут Арам. Переводится как горный ветер, треплющий волосы разгоряченных красавиц. Женя. Переводится как Евгения. Да, 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 я так и понял. Я только тебя увидел, сразу подумал, о, какой красивый Женя. В смысле, Женящина, да. Просто не успел тебе все договорить, ты же сразу выгонять меня на чуле. Ну, говори. Что? Ну, что ты там не успел сказать? Милая Евгения. Разрешите угостить вас горячим, как мое сердце, головокружительным, как ваши глаза, горным чаем. Ну, разрешаю. Конечно. Тут у меня все готово, кстати. Свежий, горячий, только с гор. Держите. Давай. За здоровье. До дна, до дна. Молодец как. Да. Нормально. Да. Ладно, чё. Давай на этой точке вместе работать. Не, нельзя тебе работать, тебе сейчас за руль уже нельзя. В смысле? В смысле, глюпишь. Это же был не чай, это был чай-чай-чай. Блин, а я думаю, чё такой чай слабенький? Не, всё, тебе отдыхать надо сейчас, двое суток, точно. Эх ты, ну понятно, я тебе поверила. Думала, что ты этот там, развивающий, чё-то. Треплющий. Вот, а ты трепло. Все вы мужики такие. Стараешься развивать чё-то, чтоб вам интересно было, а вы вот так всё. Жека, брат, ты чё расклеилась так? Да ничего. Домой меня отвези. Давай, куда ехать? В Колпино. Господи. Давай сейчас долетим, махнём. Я потом обратно доеду, поработаю уже. Раз у тебя сегодня выходной, уже здесь спокойно, поработаю уже. А сейчас долетим, не переживай. Так, музыку включи, Жень. Лепса поставь. Давай, лепса, отлично, хорошо. И двери заблокируй. Зачем? На обочину сворачивай. На обочину? Сворачивай, говорю. Эй, ты что творишь, сумасшедшая? Ну чё, включаю диктофон? А, не, не надо меня бить, пожалуйста, не надо. Тупишка. Почему? Ты что думаешь, я его там на записи бью, что ли? А, не, лучше бей. Не, 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 не. Вот, мужики, форму новую выдали. Ну, и чё, не одел? Пока Пётр Первый не перенёс Новый год с 1 сентября на 1 января, дети приходили в школу поддатые. Позвал? Царь-то наш, государь, Пётр Первый, решил реформу в армии сделать. Ага. Одежду поменять. Так в первой роте, говорят, давно уж так ходят. Вот в первой роте, значит, опять раньше нас. Новый-то кафтан, заседал лучше старого. Вот, мужики, форму новую выдали. Ну, и чё, не одел? Чё, в исподнии вышел? Да я в ней. Свят, свят, свят! Посидел-то как Прохор. Посидеешь тут, коль у тебя такое напялит? Да нет, это парик. Парик? Мужику парик? Да лучше б ты посидел. Ох, царь-батюшка летует. Как мы в этом воевать-то будем? Все же будут думать, что мы бабы. Да нет. В этих штанах как раз видно, что Прохор мужик. Ох, а шапка-то почему треугольная? То есть у тебя только по шапке вопросы, да? Вот и не верь после этого в гороскопы. А чё такое? А я ещё с утра засомневался, когда сказали, что у стрельцов сложный день. А чё, Прохор, сильно жмёт? Да нет, пока терпимо. Не, ну я не понимаю. Ну всё-таки... Ну туфли эти. Ну в чём смысл туфли? Ну как, почему-то мы должны ходить в таких туфлях. Непонятно вообще. Ты запомни, пока у генерал-губернатора туфельный заводик, мы все в туфлях худеть будем. И не только мы. Все. Ну, есть опять же и плюсы в этом костюме-то. Мы ж в нём всех победим. Тх, почему это? Ну, потому что свидетелей, увидевших тебя в этом, в живых лучше не оставлять. Да чё мне ваши плюсы? Есть один глобальный огромный минус. Как я в этом, в родную деревню на дембель пойду? А чё такое? Ты понимаешь, у нас в деревне на День Стрельца, каждый год мужики военные кафтаны наденут, шапки-бокровые на затылок сдвинут, и айда в колодец купаться. Ну, потом крынки обмошку бьют. И тут я в этом. Тебе в этих штанах, конечно, лучше к колодцу-то в этот день не подходить. Тебе в этих штанах лук хранить хорошо. Не, лук это хорошо, но... А я вот как думаю, воевать в этом удобно? А я не знаю. Ну-ка, давай-ка, пищаль, проверим. Короткие мкали. Хоп! Хоп! Длинные мкали. Хоп! Опа! Хоп! 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 Дороги! А? Ну, нормально с винтовкой-то, справляюсь. А как заряжать пищалью, интересно? Заряжай! Хоп! Ой, блин, я, похоже, затяжку посадил. Хм-м-м-м! Че что делать-то? Ну что, солдатик, как тебе форма новая? Царь-батюшка, отец родной помилуй. Ну, нельзя нам никак в этом по Москве ходить. Ну да, по Москве никак нельзя. Действительно, логично. Ладно, решу. Построю вам город отдельный, на болотах. Чтоб во всей России думали, что там все такие. Пиши, араб. Повелеваю город основать. Спасибо, Мюнхерт. Да. Построю вам там адмиралтейство. Будем корабли строить. Крепость воздвигнем. Будем из пушек стрелять. И здание такое сделаем. Такое здание, что все могли прийти и на уродцев посмотреть. Кунсткамера? Какую кунсткамеру? Зенит-арену. Я не понял. Так арену или город все-таки? Ну, там арена, но по цене города. Ну, мы освоим справимся. Да, записывай. Че это у тебя за ящик, а? Ты с пробником гроба пришла, что ли? Где ж их черти-то носят? Ну, сколько ж можно-то? Так это ж... Надо же, а? А ну... Томочка! И представляешь, какой это беспределник. Заказал доставку, три дня уже жду. Три дня, да. Нет, не забыли, я им звонила. Они говорят, курьер в пути. Ну, конечно, я из этого города доставку заказывала. Что это? Двадцать минут написано. Нет ни краба. Ни фуа-гру. Не просекко. Ну, просто, видимо, курьер-идиот. Че это у тебя за ящик, а? Ты с пробником гроба пришла? Или тебе котов негде оставить? Так, вы мне скажите, это бабушкина сорок восемь, квартира четырнадцать? Да. А ты чё спрашиваешь? Ты ж живёшь рядом со мной, вон ниже этажом. У тебя вон адрес пришит в платочке. Чё ты спрашиваешь меня? Мы ж с тобой давно знакомы. Мы не знакомы. Вы заказчик, я исполнитель. Ваш заказ на триста двадцать три рубля. Да, а ты откуда знаешь? Я курьер. Как я могу не знать? Это мой единственный заказ за три дня. Так это ты мне пиццу три дня везёшь? Ты мне чё, её из Италии, что ли, везёшь? Нет, из Австрии. На Италии чё-то триста двадцать три рубля не хватило. Так четыреста надо. Вот, значит, возьмите только ваш заказ не на триста двадцать три рубля, а на сто сорок. Это почему это на сто сорок-то? Потому что вкусно пахло. Я откусила. Откусила, это когда кусочек откусила. А когда кусочек остался, это тварь. Я не буду за это платить. Ну и не надо. Я, между прочим, на этой работе не из-за денег работаю. А из-за чего? Из-за карьерного роста. Через год я стану старшим курьером. Ты и так самый старший курьер. Тебя восемьдесят шесть. Старше тебя в мире нет курьеров. Я не буду покусанную пиццу есть. Ну, тогда иди выбирай сама, что тебе надо. На. Вот. Чего там? Выбирай, бери. О, странные люди. А кто это заказал огрызки яблочные? Шампуры. Без ничего. Коробка из-под роллов. Это что за скорлупки? Это краб. Ты что, не видишь, что ли? Кто это все заказывает? Кто? Да неважно. Наверное, люди, которые следят за своей фигурой, в отличие от тебя. Вы будете заказ брать или я доем? Ты зачем все жрешь? Чтобы были силы все это доставить. Я месяц в дороге. А почему так долго? Потому что я на велосипеде. Вот на велосипеде же быстрее. В моем случае нет. На велосипеде дольше. Тем более нас на велосипеде трое. Господи, кто еще там с тобой? Я, Альцгеймер и Паркинсон. Вот почему ты за троих жрешь. Вон у вас слоган. Если доставка дольше 20 минут, то пицца бесплатная. Да. Я пока на велосипед залазил, а прошло 20 минут. И пицца стала бесплатной. Я ее и съела. Пока я ела пиццу, роллы стали бесплатными. Через час подешевел краб. Тебе вообще рассказывали, как курьер работает? А мне не надо, я по телевизору видела. Они в пакетики все заворачивают и в себе перевозят. В желудке. А у меня пакетиков не было, а проглотить я это все не могла. Поэтому переживала. Что значит не могла? Ты когда ко мне приходишь, ты цыплят мороженых целиком глотаешь. Анаконда ты сморщенная. Я их глотаю, чтобы до дома донести. У меня пакетов нет. Как-то нет. Че ты врешь? Есть у тебя пакеты. У меня недавно все пакеты пропали. Так ты будешь это, есть или нет? Как ты вообще будешь на своей работе людям в глаза смотреть? Я не буду. Я не помню, где моя работа. Это три дня назад было. У меня всегда так. Я на работу устраиваюсь, а через два дня дома и сытая. Понятно. А из этих двоих, кто со мной на велике ездит, никто не сознается, из-за кого это. Как ты вообще туда попала? Через постель. Как? Через постель. Я просто начальнику пригрозила, что могу к нему в постель залезть. И все. Кошмар. Все, некогда мне с тобой болтать. У меня работы много. Погоди. Че? Ты еще где-то работаешь? Да, я таксую. Официант, няня, кондуктор, маникюрша. Пилинг делаю, пилата сведу. Как ты все успеваешь? Да как, мне мужчины на велике помогают. Все, я пошла. Погоди. Ну че? Давай я с тобой пойду работать. Куда? Мы на велосипед в шестером не влезем. Почему в шестером-то? Два Альцгеймера, два Паркинсона и две бабки. Они же из-за баб подерутся. Ну и хорошо. Мой Альцгеймер посильнее твоего будет. Мой Альцгеймера, два Паркинсона и две Баркинсона и две Баркинсона и две Баркинсона и две Баркинсона. О, правильно, на мыло его. Давай, на мыло. На мыло. Давай. Это реклама шампуня. Перерыв начался. Семейная геометрия. Любовному треугольнику не место в семейном кругу. Алло. Че? Все собрались у тебя футбол смотреть? Сейчас приеду. Да я тебе обещаю, что 23 февраля проведу день с тобой. Ой, Дим, тут что-то нажалось, прости, пожалуйста. Случайно. Не, не приеду. Че? Сегодня финал Лиги Чемпионов. Да я тебе слово мужика даю. Не сдержу, бабой буду. Дим, прости, пожалуйста. Наверное, сломалось что-то. Я, короче, не приеду. Мне неинтересно. У меня жена интересная. Ну, че ты, если хочешь, езжай к друзьям. Да не, я же слово дал. Да и че там, че там? Че, ну, собрались все. А, так. Ну, веселье там. Ну, и что? Футбол все смотрят. Че? Дружба вот эта. Радость, песни под гитару. Да. А вот с тобой, а вот с тобой мы сколько можем там всего поделать? Кино посмотри. Кино посмотри. Кино посмотри. Медовая любовь. О, медовая любовь. Да. С Робертом Паттинсоном. С моим любимым. Робертом Паттинсоном. Слушай, а тебе же непринципиально вдавало эти слова или нет? Да мне вообще пофиг, ты че. Ну, вот че. Я же не мужик. Ну, ладно. Дома останусь. Че, в интернете будем смотреть или по телевизору? Ну, в интернете давай. В интернете? Это же там, где можно посмотреть сегодня, завтра, послезавтра. Хоть когда? В любой момент можно включить. Да, классно. А по телеку финал Лиги Чемпионов? Ай, в прямом эфире. Ну, завтра же будет повтор, можно будет завтра в повторе посмотреть, да? Ну да. Прикольно же смотреть, когда что знаешь. Это как у тебя в сериале, когда знаешь, что Сьюзен умерла. Сьюзен умерла? Да. Ты че, без меня смотрел Медовую любовь? Ты что? Я никогда, никогда в жизни без тебя не буду смотреть, Медовую любовь. Даешь слово мужика опять? Я больше рисковать не буду. Ну, че ты такой грустный? Это, наверное, из-за меня все, да? Да нет, просто настроения нет. Димон, привет! Димон, привет! Здорово! Привет, 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 ребята! Ну че, как дела? Нормально. Тут Владик приехал, прикинь, Владик. О, Владик из Владика! Тебя, конечно, здесь с твоими шутками не хватает. Ну, Дим, ну езжай, там же весело. С тобой тоже весело. Ну, со мной ты че-то так не шутишь никогда. Хочешь, пошучу. Хочу. А смотри, а у тебя пельмени из пельменного теста. Ехать надо тебе, Дим. Слушай, я придумала. Чтоб ты слово мужика не нарушил, и чтобы грустный не был, мы можем к Коляну вместе поехать. Зачем? Зачем людям настроение портить? Каким людям? Мне. Ну, слушай, если так хочешь футбол смотреть, давай здесь посмотрим. Че ты? Это Спартак? Это Манчестер. А это летает эта камера, да? Это мячик. А в желтом это наши? Это Судья. Давай не будем смотреть, а? Ну, че ты, Манчестер? Так классно же, интересно. О, правильно, намыло его. Давай, намыло. Намыло. Давай. Это реклама шампуня. Перерыв начался. Ну, я надеюсь, наши побеждают же, да? Наши в финале Лиги Чемпионов не играли никогда. А че ты постоянно смотришь тогда это все? Ты че не наш? Наш? Че, давай, давай смотри, сериал. Сериал, ну давай. Давай, давай. На чем я остановилась там? Конец одиннадцатой серии. Медовая любовь. Двенадцатая серия. Лида. Я ненавижу тебя. А я ненавижу тебя, Сьюзен. Лида. Лида, слышь? Слышишь? Слышишь? Ты не была такой, какая ты сейчас есть, Сьюзен? Слышишь? Я такая, какая есть. Послушай, Сьюзен, но мне кажется, я не была... Ты че, не слышишь, что ли? А какой я была? Ты была какой-то другой, но не такой точно. Алло, 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 ты что, меня не слышишь, что ли совсем? Эгей! Послушай меня. Я люблю тебя, Генри. И я люблю тебя, Сьюзен. Конец двадцатой серии. Ну все. Так круто все. О, ты че, в куртке? Ты поедешь все-таки, что ли? Не-не-не, я с тобой останусь. Так, я пойду тогда. Водичку на пельмешки поставлю. Ничего себе. Выпил бокал пива, а размотала, как бабу. СМЕХ Ну че, Тамара Игоревна, как вы-то? Акила подскользнулся. Сколько тещу не корми, она все равно на твой мозг смотрит. Алло, Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Ну че, поздравляю вас с 23 февраля. Как говорится, это, ну, успехов вам, ну, в боевой и политической, так сказать. Сергей Геннадьевич, слушайте, это, я тут хочу фотку выложить в интернет. Можно, это, в вашем кителе и в фуражке сфотографироваться? Почему, нет, надену брюки. Можно? Какую Машку, за какую ляжку? Короче, ну не хотите, давай так и скажите. Все, ладно, пока. Коля. Че? Мне для тебя две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Ну, давай с любой. Мама ногу сломала. А плохая? А плохая? Так, Оля, ну че ты? Мам, заходи, только аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну че, Тамара Игоревна, как вы-то? Акела подскользнулся? Ну помоги маме раздеться. Вы че, шубу, с кого сняли-то? Перестань. Давайте, Тамара Игоревна, ну вы че, рассказывайте, вы как так? Че, в обумном магазине со скидкой только маленькие сапоги были, и хотели одеться равно. Я на тебя сейчас надену. Ладно, ладно. Коля, иди сюда. Так, я побежала в аптеку. Ну? А ты это самое, напоминаю тебе. Если хоть один волос упадет с головы моей мамы... Да я помнил поднять и обратно в парик. Коля. Ладно, че ты... Давай, иди, не переживай. Ты же знаешь, я с младшей сестрой все детство там тоже. Только она говорит, Наташа, можно я ей попу мыть не буду? Коля. Ну ладно, я шучу, все. Иди, давай, нам через час уже уезжать. Через час уже? Да, да, давай бегом. Я быстро. Ну че, Тамара, рассказывайте. Как вы так? Мне-то можно рассказать? Че, были у любовника, да? Неожиданно пришла жена, пришлось с балкона прыгать. Че, тебя с балкона скинул? Да понятно, вы догонитесь сначала. Слушайте, а че, нога под гипсом не чешется? У меня коли кулак чешется. А че у вас там, под гипсом кулак? Не, ну я просто вас без обуви-то ни разу не видел, может у вас там... Чего? Да зачесалось вот. Не чесалось, как ты сказал, что чешется, не чешется, зачесалось сразу. Понятно. Извините. Ладно, короче, все, я пойду спать тогда. Мы же сегодня, Наташа, это, за город уезжаем. Там на три дня с друзьями, мне надо выспаться, сил набраться. Че-то вам надо как-то, может, помочь? Может, телевизор включить, какую-нибудь комедию найти с Мелом Гипсоном? Иди давай. Ладно. Пусть подушки тебе будут пухом. Вы сейчас с юмором на короткой ноге. Ладно, давайте, отдыхайте. Чешется-то как, а? Сгласил прямо. Затекла-то как нога. Затекла. Коля, тебе это снится, Колька? Это сон, Коля. Тамара Игоревна, а может, я сейчас прямо во сне позвоню Наташе и скажу, что у нас тут чудо чудное? Ой-ой-ой-ой-ой, Тамара Игоревна, вы пять лет на меня как на вампира охотились, а сами-то вон в зеркале не отражаетесь. Ну, нафига это сделали-то? Да потому что это 23 февраля, мне как каторга прямо. Серёжа опять пригласит своих сослуживцев, и начнётся им это поднеси, это подай, это накрой, это нарежь, с этим поговори, этого уложи, этому там вытри всё, понимаешь? Это как, не праздник, можешь, бросок какой-то. Ну, понятно. Ну и вы, короче, решили откосить. Ой, кто бы говорил вообще. Так, давай договоримся, что ты хочешь за молчание? О-о-о, тут подумать надо. Может подумать ты умеешь. Ох, не закапывайтесь, Тамара Игоревна, не закапывайтесь. Ладно, сейчас мне от вас ничего не надо, но однажды, хотя такой день может и не наступить, я попрошу вас об услуги. Тебе крестного отца насмотрелся? Почему это? Из Буратино. Привет. О, Сергей Геннадьевич. Привет, привет. Привет, ты с праздником. Гориан, с праздничком тебе. Да нет, это так что-то. Слышали? Что у нас тут жена военкома, а что дело? Что? Значит, ей готовить на кухне не охота 23-го. Она нашла где-то гипс. Значит, сделала вид, что ногу сломала. Ну а военком-то не дурак, он в больницу звонит. Говорит, ну что там с моей женой? Они говорят, а первый раз слышим. В общем, она сейчас там по кухне летает. Тамарочка, ну а ты чего сидишь-то? Сейчас наши придут скоро уже. Давай-ка уже на стол накрывать. Да, да. Да? Сейчас, где мой телефон? Так, я пошел, позвоню, сейчас вернусь. Да, да, да. Давай быстрее. Чего? Выкидывай его быстрее куда-нибудь. Давай я его выкину. Ну куда ты обычно мусор выкидываешь? Давай быстро. Да, блин. Все, готово. Так, Семен, ну что, вы едете? Все, молодцы, давай ждем. Ага. Я что, к чему веду-то? А, ну... Вот представляешь, у военкома, какая обстановка в семье. Жена, представляешь, приходит с поломанной ногой. Он вместо того, чтобы там ее, значит, поверить ей, там, как-то обласкать, пожалеть, он в больницу звонит. Ну что за... Что за недоверие к жене, к собственной? Что у них там в семье происходит вообще? Дурочки какие-то. Так, Саша, вы где? Через полчаса? Давай, давай, ждем. Давай, быстро доставай гипс, быстрее. Да, я его достану, как? Быстро гипс доставай. Так там Сергей Геннадьевич на площадке... Мужик, мужик, кинь гипс. Не, не тот, вон тот. Давай, давай, а! Блин. Да щас, щас мне орите. Да вот. Ё-моё. Я-то как влип в это вообще. Так, Валера? Да, конечно. Ничего не надо покупать, я все купил уже. Так, Тамарочка, ну что происходит у нас? Сереженька, а у нас тут вон форс-мажор. Больница? Вы накладывали сегодня гипс? Жене военкома. Да знаю, что не накладывали. Да мы сегодня в больницу троллим. Комарочка, как так получилось? Ты что? Что случилось с тобой, родная моя? Сережа, я это... Я это... Пришла к любовнику. У меня жена не вовремя вернулась. Пришлось с балкона прыгать. Смешно. Смешно. Да. Николай, учись. Да. Так, ну а что, вот отменять тогда надо все? Так, что отменять? Нет, я смогу. Валерочка, так, все, звони всем нашим, отменяй, да. Меня Тамара, прикинь, ногу сломала. Ну как, конечно. Она что, обманывать меня будет, что ли? Естественно, рентгены, все справки есть. Ну да. Ну все, давай. На следующий год тогда только. Так, я все купила. Мам, давай, смотри. Это, короче, для уколов. Вот это важная такая штука. Это мне магниты подруга посоветовала. Смотри, магниты тоже полезные. Так, и вот, смотри, итальянский для физиолечения аппарат. И вот эта самая круть. Титановые, смотри, какие модные. Ничего себе, титановые. Вообще здорово. Не вот эти деревянные, а вон какая круть. Наташа! А? А откуда денежек столько? Так я взяла из наших денег, которые на базу. Мы же не поедем никуда. Как это, не поедем? А что действительно, посиди вчетвером, выпьем, закусим, какое-нибудь шоу посмотрим? Да. А что тянуть? Давайте сейчас шоу посмотрим. Чего? Только попробуй, падла. Какое шоу? Шоу называется Чудесное исцеление. А? Ну-ка, давайте. Во, смотрите. Че, че делаешь? Встань и иди. Чудо-чудо. Ну, Тамара, а? Что, Тамара? Что, Тамара? Что, это ложь во спасении была? Может, я думала, что, знаете, этот праздник, этот 23 февраля, перестанет быть только твоим праздником, Сережа? Оставит праздником всей семьи? Ведь мы тоже по всем гарнизонам за тобой, ну, прямо в отцовой молодости мотаемся. Ну, для нас, армия тоже мать родная. Да, кстати. А где в этот праздник семья? Это значит, что служи в семье, я там, понимаешь, на побегушках? Эти, значит, то в клуб какой-то, то в вечеринку, то в загород. Мне этот праздник болью в сердце. Это, может быть, я не ногу сломала, это, может быть, душа моя рвется на части, а душу ее в гипс не замотаешь там. АПЛОДИСМЕНТЫ Ладно, товарищ Игорь, мне кажется, я понял. У вас душа в пятки ушла, и вы там ее решили в гипс поймать. Ау! Подавай скорую, он мне ногу сломал. Чего? А! Вызывайте две, она мне копчик сломала. Тихо, 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 тихо. В смысле? Ты чего? Я солдат, я убиваю людей, мама Фима, Фима, ну хватит уже убивать людей Надо понемногу начать их делать В армии Израиля служат все Поэтому там есть еще и бабовщина Ну что, ребятушки Детство закончилось, все, ребятушки Отныне вы попали в элитное, суперсекретное подразделение армии Израиля Сюда набирают самых смелых, самых сильных, самых мужественных В этот раз почему-то взяли вас, непонятно Отныне вы акулы пустыни Но в пустыне же нет акул Вот пускай враги так и думают, что их нет, а мы есть Да не быть, а акулы в пустыне Никак нет Потому что акулы, они чувствуют кровь за 40 километров Чуешь? Что? Где-то в Ливане порезали палец Так и что Вот так Мы суперсекретное подразделение, понятно вам? Ну а если кто-то из нас попадет в плен? Хорошо вопрос Если кто-то из нас попадет в плен, этот кто-то из нас Нужен раскусить ампулу, которая зашита в нем в воротничке Сейчас будем тренировать силу воли Потому что только сила воли спасет вас в пустыне Только сила воли, понятно? Ваааа Ох, Фима, Фима Фима, Фима Хорошо, что когда-то я родила такого крикливого мальчика Иначе бы я тебя не нашла Кстати, вы уже слышали новость В Ливане кто-то палец порезал Какой-то араб резал французский батон швейцарским ножом А виноваты евреи Тогда уже и в Израиле все тоже будут валить на русских Мама, а что вы здесь делаете? Это секретный объект Фима, чтобы этот объект был секретным Уберите со входа табличку с той секретный объект Фима, ты покушал? Мама, не мешайте мне работать Я должен сделать из этих сосунков настоящих солдат Я должен вернуть этих мальчиков домой целыми Сынок, я тебя умоляю Это Израиль Тут все мальчики уже немножечко не целые Сынок, покушай Мама, покушай Мне представить боевая операция Буду шмалять людей Ну и если ты будешь шмалять людей Немножечко покушанным Ну кому от этого будет хуже? Может быть ты стесняешься кушать, когда ребята смотрят? А ну-ка равняйся Ребята уже не смотрят, можешь кушать Мама Что мама, мама, мама Сынок, когда ты уже приведешь в дом девушку? Мама, я солдат, я убиваю людей, мама Фима, Фима, ну хватит уже убивать людей Надо понемногу начать их делать И лучше бы, чтобы это было У мамы на глазах Мама, я не собираюсь сделать это у тебя на глазах Сержант Корнева для прохождения службы прибыла Разрешите стать в строй? Боже мой То ли Бог унял моим молитвам То ли генерал к моим взяткам Но тебе в подразделение так и прислали ярко выраженную женщину Хотя, конечно, судя по всему, Бог Потому что за взятку можно было найти кого и получше Присмотрись к ней, Фима Мама А что, мое мнение уже никто не спрашивает? Девочка, ты что, забыла, где ты? Это армия, прикажут, сделаешь А если я не соглашусь? Послушай, роди мне троих внуков и ломайся сколько хочешь После седьмого А откуда взялись еще четверо? Внучек я не считаю К тому же я не слепая, я вижу, что тебе молока хватит и на восемь Господин лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь А можно равняться в другую сторону? А что такое? Ну, во-первых, шея затекла Во-вторых, страшно интересно посмотреть, о ком идет речь Стой пока так, Потс Нам еще любовных треугольников не хватало Господин лейтенант, вы так вовремя появились, отправьте меня на войну, в какое-нибудь пекло прямо, в пекло, прямо в тыл врага, просто с одним шнурком от ботинок, мне надо уничтожить человек 50-60, иначе за себя не ручаюсь Лейтенант, подождите отсюда Силья Борисовна, вы знаете, до какой глубины я вас уважаю, но вы так сильно орете, что уже пять минут наша часть перестала быть секретной И кто-то даже снял табличку со входа Какой молодец Кстати, вы слышали про эту жуткую резню пальца в Ливане? Господин генерал, это уже не такая большая новость, в отличие от суммы, которую вы у меня взяли Кстати, за те деньги вы могли бы прислать сюда женщину по-сговорчивее Ой, чем вас не устраивает моя дочь? Так это ваша дочь? Точно так А что я думаю, как увидел, мне сразу захотелось отдать ей честь? Фима, желание отдать честь данной ситуации должно было возникнуть у нее, а не у тебя Тогда еще есть хоть какие-то шансы на внуках Но у меня такого желания пока не возникло И эта розочка очень неприемлема Я уже на твою комнату нашел квартирантов Поэтому ты совершенно случайно давно пора должна выйти замуж Погодите-ка, я не поняла, господин генерал А зачем я давала тогда вам взятку, если вы сами хотите выдать ее замуж? Родите, не переживайте Если у нас все получится, деньги останутся в семье Схема рабочая Фима, ты посмотри, от чего ты отказываешься А между тем, на это потом можно будет не только смотреть, но и трогать Да разрешите уже посмотреть, кто там? Видишь, Фима, какой спрос, надо брать Я не понял А что, а мое мнение сейчас тоже никто не спрашивает, а? Сынок, это армия, прикажут сделаешь? Ой, какая великолепная идея Оказывается, тут старший всех по званию Ну, я как генерал приказываю вам обеим жениться Никогда Никогда Что такое? До сих пор живой Ну, потому что от маминого форшмака еще никто не умирал А вот и заменила Саня Сыкали на форшмак Ну, а что такого? Зато, сыночка, ты хоть немножечко покушал Фимочка, тебе же еще жениться Да на ком, мама, жениться? А, да, действительно, больше не на ком Ну, нет, вы там так не переживайте, это снотворное Снотворное? Конечно, а что вы хотите? Рожечка не кушает форшмак Какая выгодная девочка Тем более пока, что можно отнести ее в ЗАГС Хотя для этого понадобится чуть-чуть больше солдат Погодите, погодите с ЗАГСом, сыночка Ну, ты посмотри, как она призывно лежит Да Рубинс сейчас впервые за 600 лет пожалел, что он умер А она нет Ты только посмотри, Фима, только посмотри Хм, да черт с ним, с этим трибуналом Согласен Хоть одним глазком посмотреть на это чудо Поворачиваемся Стоп! Две минуты, тридцать секунд Слабаки! Я же сказал, будем тренировать в силу воли Две минуты, тридцать секунд Ну, что за результат, салаги? Да прям Награждайтесь кроссом, 30 километров Бегом, мать! Генерал, спасибо за содействие Всегда Прапорщик, спасибо Обращайтесь, если что Сержант, спасибо Вставайте Ой А может, все-таки пройдемся, а то вы так действительно призывно лежали Порестать Товарищ лейтенант Может покушать и все-таки готовим? Прапорщикини вон отсюда Эх, Диван, 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 Диванучка Отпусти Ван Иваны, Ван Иванушку Отпусти его на все четыре стороны В небе синим уже кружатся вороны Слушайте, вот смотрите, ведутся споры Они никак не могут, в общем-то, привести к какому-то результату Что же все-таки такое 23 февраля? Что это за праздник? Вот новые веяния в праздникостроении Говорят, что 23 февраля это День защитника Отечества Кто празднует День защитника Отечества? Молодцы Женщины и дети, молодцы В общем-то, староверы, вот как я, Дмитрий, еще есть люди Говорят, что это День Советской Армии, Военно-Морского Флота Кто празднует День Советской Армии, Военно-Морского Флота? Слова, парни, мужчины! Так что, при всем уважении, женщины и дети Вы, пожалуйста, пододвиньтесь Именно хотя бы в этом шоу, вот на этой сцене Будет праздноваться День Советской Армии, Военно-Морского Флота В общем-то, мы, кто в этой Советской Армии и Военно-Морском Флоте был Послушаем, а кто там не был, удивите нас чем-нибудь Какой-нибудь песней, может быть АПЛОДИСМЕНТЫ Жил Иванка на Руси, добрый молодец Печенек его боялся, да и половец И пшеница в каждом поле колосилась И детишек в каждом доме расплатилась Но пришла беда, откуда-то не чаяли Лег однажды на диван, диван нечаянно И с тех пор лежит Иван, да не шевелится Все лежит, не мычит и не телится Эх, Иван, диван, диван, диванушка Отпусти Иван, 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 Иванушку Отпусти его на все четыре стороны В небе синим уже кружатся вороны Волок с огненной водой Пооткрывался Кузнец до конюшен не осталось Все товары нам везут, да иноземные И вывозят все сокровища подземные Дандирута на дорогах, стражники Лосей бояре возят на багажниках И с экранов поют песни странные И до лещей дюжа поганые Эх, Иван, диван, 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 диванушка Отпусти Иван, 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 Иванушку Отпусти его на все четыре стороны В небе синим уже кружатся вороны Эх, диван, 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 диванище Отпусти Ивана и его товарищей Видно некому, кроме Ивана Россию поднять с дивана Давай-ка, ура! Давай-ка, ура! Эх, диван, 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 диванище Отпусти Ивана и его товарищей Видно некому, кроме Ивана Россию поднять с дивана Эй! В сегодняшнем праздничном концерте Принимали участие наш военный оркестр Группа Ливер-Бэн Стоящие на этой сцене Круженики тыла А также настоящие солдаты Отслужившие в рядах вооруженных сил Дмитрий Бриготкин Бронетанковые войска Александр Попов Отдельный батальон связи Сергей Калугин Военно-воздушные силы Артиллерия Музыкальная рота И, наконец, Дмитрий Соколов Инженерно-страйбательные войска Защитники и защитницы отечества Сидящие в нашем зале А все вместе мы Шоу «Уральские пельмени» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok